Серебряная молния вонзилась в существо. Наэлектризованный король павлинов тинься потерял сознание и начал сильно трястись. Хансинь продолжал наносить удары. Тело павлина продолжало дрожать и трястись. Однако Хансинь еще не услышал объявления об убийстве. Это убийство должно быть моим. Нефритовый император, святой Будда, Бодхисатива, с тебя должна выпасть душа существа. Хансинь продолжал молиться, ударяя павлина по голове. Король павлинов тинься не двигался, но Хансинь все еще не слышал объявления. Он стиснул зубы и продолжал бить его. Убито ксеногенное существо класса бога. Король павлинов тянься. Найден ксеногенный ген. Получена душа существа. Пока Хансень размышлял, получила ли его маленькая красная птичка, он вдруг услышал объявление. В одно мгновение Хансень почувствовал, будто его перенесли прямо на небеса. 180 тысяч пор на его коже стали отчетливо ощущаться, и он застонал от удовольствия. Обожествленная душа существа. Я получил обожествленную душу существа. Хансень ухмылялся как безумец. Отвернувшись от тела короля павлинов тянься, он решил призвать душу короля павлинов тянься, чтобы узнать, какого она типа. Оружие, пожалуйста, дай мне оружие. Просто оружие, кричало сердце Хансеня. Тип обожествленной души короля павлинов тянься. Броня сломана. Тип броня, святые угодники. Это лучше, чем оружие. Я богат. Я богат. Хансень был так счастлив, что чуть не подпрыгнул на месте. Это была обожествленная броня, поэтому она имела защиту обожествленного уровня. Кроме того, она обладала силой, которую давала обожествленная душа существа. Хотя она и не была похожа на душу трансформации, но имея бафы обожествленного тела, его атаки были такими же яростными, как у обожествленного существа. Теперь, когда у него была эта броня души павлина, Хансень мог бросить вызов обожествленной элите в бою. Подожди, что значит сломанная? Это сломанная душа? Нет. Я никогда раньше не слышал о сломанной душе существа. Когда Хансень увидел в конце слова сломанное, его радостные чувства быстро испарились. Он вызвал броню короля павлинов Тинься, и на его теле появилось серое одеяние. Она была полностью сделана из серых павлиньих перьев. Технически, это было меньше похоже на броню и больше на мантию. Мантия из серых перьев полностью закрывала Хансеня, а за серыми перьями было изображение павлина. Он обладал лицом короля павлинов Тинься. Его перья были закрыты, а хвост не был распушен. Сердце Хансеня подпрыгнуло. Внутри мантии сиял радужный божественный свет. Он сформировал силуэт павлина с распущенным хвостом. В теле Хансеня поднялась страшная сила, и она превратилась в цепочку радужной субстанции, которая улучшила каждый уголок тела парня. Ощущая в себе эту страшную силу, Хансень почувствовал, что может уничтожить всю вселенную одним ударом. Странно. Мантия души короля павлинов не сломана. Это вполне функциональный комплект брони. Так почему же здесь написано, что он сломан? Хансень не понимал. Он считал, что сила, которой обладала мантия, была совершенно обожествленной. Суперген бога. Глава 2496. Трава священной области. Хансень забрал тело короля павлинов тянься на белый кит, а Баэр быстро достала маленькую тыкву и поглотила облако. Повреждения, нанесенные белому киту, были довольно серьезными. Он мог сам себя восстановить, но из-за столь серьезных повреждений ему потребуется немало времени, прежде чем он будет полностью исправлен. В данный момент корабль едва мог двигаться. В корабле было много дыр, и казалось, что вся конструкция вот-вот развалится. Хансень, это действительно была трава священной области? Могу ли я увидеть ее? Спросил Фан Цин Ю Ю Хансеня. Его глаза светились надеждой. Ты знаешь, что такое трава священной области? Спросил Хансень. Фан Цин Ю Ю кивнул. Я слышал о ней, но никогда не видел. Даже в Альянсе Тысячи Сокровищ есть лишь несколько историй и легенд, связанных с ее существованием. Подробности скудны, и у нас даже нет ее фотографий. Значит ли это, что трава священной области является чем-то очень ценным? Хансень был так счастлив. Это не просто драгоценность. Даже такие могущественные фракции, как Тысяча Сокровищ, хотели бы заполучить траву священной области. Если это действительно она, то ее можно обменять на владение несколькими системами. Для чего используется трава священной области? Растерянно спросил Хансень. До сих пор Хансень не видел, чтобы трава священной области делала что-то кроме привлечения ксеногенных существ. Даже если бы от ее поедания можно было стать обожествленным, она все равно не имела бы такой ценности, как несколько больших систем. Я знаю только несколько легенд о ней, но не знаю, правдивы ли они. Согласно записи Мальянса Тысяча Сокровищ, употребление травы священной области может открыть доступ к таинственному ксеногенному пространству, известному как священная область. В этом месте нет ни болезни, ни смерти, и если войти туда, то можно стать бессмертным, сказал Фан Циньюи после некоторого раздумья. Услышав это, Хансень был весьма разочарован. Он знал, что это утверждение не может быть правдой. Если бы стать бессмертным было так просто, то лидер священный не стал бы прилагать столько усилий, пытаясь продлить свою жизнь. Он не стал бы тратить столько сил на то, чтобы убить бога. Если бы съев растение, можно было попасть в священную область, то черный сверчок уже был бы там. Почему же он до сих пор здесь? А нет, Баэр, вытащи это облако из своей тыквы, поспешно сказал Хансень девочке, думая о черном сверчке. Черный сверчок все еще был где-то внутри пушистого белого облака, и Хансень не знал, съела ли существо всю траву священной области. Поэтому Баэр выпустила облако. Хансень подошел к нему и увидел, что трава священной области все еще там. Он отогнул листья травы. Вскоре он обнаружил, что на корне было что-то шарообразное. В этом шарообразном нечто было крошечное отверстие. Наверное, сверчок сделал там домик. Отверстие выглядело слишком маленьким, чтобы в него могли пролезть пальцы Хансеня. Он не знал, как достать оттуда черного сверчка, не повредив траву священной области. Брат Фан, как ты думаешь, это трава священной области? Хансень передал траву священной области Фан Цинью. Фан Цинью принял ее и осмотрел. После некоторого времени наблюдения он сказал. В альянсе тысячи сокровищ не так много информации, но это выглядит так же, как на иллюстрациях, которые я видел. Однако я не могу быть полностью уверен. Если это настоящая трава священной области, тебе придется найти способ спрятать ее. Она очень привлекательна для многих ксеногенных существ, и они сделают все, чтобы заполучить ее. Лицо Хансеня выглядело хмурым. Он не знал, была ли это трава священной области, но она уже привлекла многих ксеногенных существ. Она привлекла даже обожествленных ксеногенных существ, таких как король павлинов Тиньса. Даже башня судьбы не сдержала ее магнетического воздействия на ксеногенных существ. Папа, я помогу сохранить ее у себя? Спросила Баэр. Ее глаза медленно закрылись. Конечно, пока возьми ее себе. Хансень понял, что девочка полюбила это растение. Хансень никогда не скупился на средства, которые давал своей дочери. К тому же, он не знал, как поступить с травой священной области, поэтому не было никакого вреда в том, чтобы позволить Баэр пока подержать ее у себя. Баэр была очень рада этому. Она положила траву священной области и облако обратно в свою маленькую тыкву. Баэр. Внутри травы священной области находится черный сверчок. Ранее он взорвал брюхо королю павлинов Тиньса. Тебе нужно быть осторожной с этим существом, предупредил ее Хансень. Сверчки, мои любимые, надо купить еще одного, чтобы сверчки дрались. Радостно сказала Баэр. Я хочу сказать, что черный сверчок ест траву священной области. Не позволяйте ему съесть всю траву священной области, с кривой улыбкой сказал Хансень. Мы должны позволить ему съесть ее. Мы не можем есть траву. Она будет полезна нам, только если он ее съест, сказала Баэр. Ты знаешь, что это такое? Потрясенно спросил Хансень у девочки. Баэр задумалась, а потом ответила. Я не знаю почему, но я знаю, что если он съест всю траву, то она может перенести нас в интересное место под названием священная область. Должно быть, Баэр обладает какой-то пророческой силой, подумал Хансень. Он знал, что девочка не станет ему лгать, но у Баэр, похоже, были ответы на самые странные вопросы. Трудно было представить, что она за существо. Хотя белый кит был сильно поврежден, они многое заработали в своем последнем приключении. Хансень поймал траву священной области и черного сверчка. Он также получил тело короля павлина в тенься и душу существа в виде мантии. Все эти предметы были бесценны. Он не знал, какой силой обладала маленькая тыква Баэр. С тех пор, как трава священной области была засосана внутрь, за ними больше не приходили облачные существа, будто трава больше не имела связи с внешним миром. Хансень нашел возможность незаметно перенести тело короля павлина в тенься обратно в святилище. Сейчас у Хансенья не было возможности съесть плоть обожествленного ксеногенного существа. Поэтому ему оставалось только хранить его до поры до времени. Хансень вел белого кита через всю систему тенься. В течение нескольких дней все шло гладко, и ничего плохого не происходило. Им встретилось несколько облачных существ класса короля, которых Хансень быстро убил. Когда появлялось свободное время, парень пытался подтолкнуть колесо истории генов. Колесо истории генов было таким же, как и колесо сутры кровавого пульса. Они были отдельными и не были связаны с другими универсальными шестеренками. Однако, в отличие от сутры кровавого пульса, оно не могло соединяться с другими колесами. Это зубчатое колесо было полностью независимым. Оно не имело связи ни с чем другим во Вселенной. Оно отличалось от сутры Дон Сюань. Сутра Дон Сюань соединялась с каждым зубчатым колесом во Вселенной. История генов не могла работать ни с одним другим зубчатым колесом. Согласно большинству теорий, чем меньше связей у зубчатого колеса с другими, тем легче его толкать. В конце концов, чтобы сдвинуть каждое колесо, требовалась сила, поэтому чем больше колес нужно было сдвинуть, тем больше требовалось силы. Но с силой Хансеня он все еще не мог толкнуть колесо истории генов. Казалось, что оно было заблокированным, или, возможно, его нельзя было двигать. Хансень использовал свою область Дунсю и заметил, что зубчатое колесо было не очень большим. На белом зубчатом колесе были выгравированы странные символы. Парень понял, что они были такими же, как и на лбу заклинательницы. Возможно, они означали вечность. Глава 2497. История генов достигает класса короля. Несмотря на бесчисленные попытки, Хансеню так и не удалось активировать шестеренку истории генов. Но теперь все было иначе. У парня была мантия души короля павлинов. Благодаря боффам, которые давала душа существа, его сила могла соперничать с силой обожествленного. С обожествленной силой за спиной Хансень верил, что у него есть все необходимое, чтобы окончательно привести в движение колесо. Через несколько дней Хансень нашел подходящее время для этого. Он заперся в изолированной комнате и активировал историю генов, чтобы приступить к работе над своим планом повышения уровня. Он вызвал свою душу у короля павлинов, и вокруг него появилась пернатая мантия, а на спине мантия засиял символ павлина. Сердце Хансеня подпрыгнуло. Символ радужного павлина внезапно превратился в тень короля павлинов. Он парил позади Хансеня. Затем в тело парня влилось множество радужного божественного света. Радужные цвета переливались в его ауре, создавая цепочку субстанций. С этой неограниченной силой души Хансень продолжал поддерживать активную историю генов и использовал радужный божественный свет, чтобы подтолкнуть шестеренку. Катча. Радужный свет, способный уничтожать планеты, смог толкнуть колесо истории генов, но колесо сдвинулось лишь на крошечную величину. Оно было похоже на старую дверь с ржавыми петлями. Она была лишь слегка приоткрыта. Однако Хансень был в восторге. Он продолжал вливать радужную силу в колесо. Мантия от души позволила Хансенью призвать умопомрачительное количество силы, но, несмотря на это, казалось, что она ведет нелегкую борьбу, пытаясь протолкнуть колесо. Столько силы, но она едва может сдвинуть колесо истории генов. Если бы я использовал свою собственную силу, я не знаю, когда бы я смог заставить его двигаться. Возможно, мне придется ждать, пока все мои другие гены искусства не будут обожествлены, прежде чем я смогу подтолкнуть историю генов к классу. Короля Хансень был потрясен. Колесо уверенно двигалось, а после завершения одного цикла стало двигаться все быстрее и быстрее. Символ заклинания тоже становился все ярче и ярче. В конце концов, Хансень смог высвободить свою силу, и колесо смогло вращаться самостоятельно. Перед ним открылась дверь в основной зал. Войдя внутрь, Хансень обнаружил, что находится в новом месте. Это место разительно отличалось от того, куда он ожидал попасть. Используя разные колеса для входа в основную область, я появляюсь в разных местах, а это значит, что я могу появляться в четырех разных местах. Это интересно. Хансень не стал задерживаться. Он направился к выходу из основной зоны. Система Тиньса была слишком опасна, поэтому сейчас было не время расслабляться и охотиться на ксеногенных существ. Путешествие, однако, оказалось на удивление свободным от раздоров. Они путешествовали по системе Тиньса еще две недели. По пути им не встретилась ни одной другой обожествленной элиты. Хансень легко справлялся с обычными ксеногенными существами и королями. Маленький капитан, ты можешь это сделать. Ты сможешь. Ты сможешь. Капитан, ты сможешь. Ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать. Ты можешь. Хансень и Баэр играли. Пираты наблюдали за ними. Они продолжали кричать и хлопать в ладоши. Если бы люди не знали лучше, они бы подумали, что это телевизионная реклама. В этой веселой атмосфере казалось, что они проводят простое соревнование. Хансинь выглядел расслабленным, но внезапно стал серьезным. Баэр, угадай, какая это карта, с улыбкой сказал Хансинь. Он смотрел на две карты Баэр. Ты угадай, девочка улыбнулась и подмигнула Хансиню. Ты становишься умной, маленькая зло. Даже я не могу понять, о чем ты думаешь в эти дни. Хансинь посмотрел на две карты, но засомневался. Он не мог сказать, что это за карты в руках Баэр. Он не мог определить, какая из них карта призрака, а какая, та, которая ему нужна. Если он выберет не ту карту и в результате получит карту призрака, у него не будет никаких шансов. Хансинь посмотрел на пиратов. Он хотел посмотреть, сможет ли он прочитать их выражение лиц, чтобы узнать, где находится нужная карта, но не получил никакого ответа. Папа, перестань смотреть на них. Они не могут видеть, какая у меня карта. По их лицам ты ничего не узнаешь. Баэр блаженно улыбнулась и сказала. На этот раз я выиграю. Хансинь улыбнулся. Он протянул руку к карте и сказал. Я хочу эту карту. Когда Хансинь коснулся карты, лицо Баэр изменилось. Но это было лишь на мгновение. Хансинь вдруг отпустил эту карту и взял другую. Перевернув ее, он увидел тройку червей. Она шла в паре с тройкой пик Хансиня. Почему-почему я проиграла? Баэр схватилась за лицо, выглядя уничтоженной. Она бросила призрачную карту на стол. Ха-ха, твой отец, твой отец навсегда. Хансинь засмеялся и погладил ее по голове. Давай еще раз. Я выиграю, умоляла Баэр, хватаясь за карты. Хансинь кошлянул в ладонь. Думаю, сейчас я занят. Пусть они играют с тобой. Хансинь быстро встал и спихнул пирата вниз, чтобы он поиграл с ней. Эта маленькая девочка становится слишком умной. Она меня почти одурачила. Я не могу больше с ней играть, потому что проиграть будет очень стыдно, подумал Хансинь, потрогав свой нос. Баэр была недовольна тем, что наконец-то нашла возможность поиграть с ним, но все равно проиграла. Она чувствовала себя подавленной из-за этого и вымещала злобу на пиратах. Через некоторое время тела всех пиратов были покрыты наклейками. Хансинь вернулся в свою комнату и вызвал заклинательницу. С тех пор, как история генов стала классом короля, Хансинь пытался понять, что делает область истории генов. Колесо с утра кровавого пульса не было связано ни с одним универсальным колесом, но оно все же могло толкать колеса других существ. Однако колесо истории генов было совершенно независимым. Оно просто продолжало вращаться на месте, в одиночестве. Оно ни с чем не соединялось. Кроме того, что тело и гены Хансинь стали сильнее, он не знал, что делает область истории генов. Заклинательница превратилась в класс короля, когда он запустил колесо. Некоторые из ее способностей стали сильнее, но в остальном она не приобрела никаких новых форм или способностей. Если не считать того, что ее тело стало лучше, заклинательница была такой же, как и при классе герцога. Однако Хансинь был удивлен, обнаружив в теле заклинательницы колесо. Заклинательница была просто его геноброней, как и броня Дон Сюань. Она была лишь побочными продуктами гена искусства. Она не должна обладать собственными колесами. Но заклинательница была похожа на настоящее существо, и у нее было собственное колесо. Это очень удивило Хансиня. Если бы он не изучал, как использовать историю генов, то, вероятно, не стал бы смотреть на тело заклинательницы Саурой Дон Сюань. Возможно, прошло бы много времени, прежде чем он обнаружил бы ее колесо. Колесо заклинательницы было таким же, как и колесо Хансиня. Это была словно скопированная версия. Однако Хансинь был уверен, что это не его собственное колесо. А все потому, что он не мог контролировать колесо заклинательницы. Глаза Хансина внезапно расширились. Значит ли это, что колесо истории генов создано для того, чтобы толкать собственное колесо заклинательницы? Глава 2498. Использование истории генов. Увидев колесо заклинательницы, Хансинь протянул руку, чтобы коснуться ее лба. Он активировал колесо истории генов. Катча. Два одинаковых колеса смогли соединиться. Они идеально подошли друг к другу. Когда колесо Хансиня начало двигаться, колесо заклинательницы последовало за ним. Два зубчатых колеса ускорились вместе, становясь все ярче и ярче вместе с заклинательницей. Но из-за зубцов зубчатых колес оба колеса вращались в противоположных направлениях. Одно из них вращалось по часовой стрелке, а другое – против часовой. По мере того, как они вращались все быстрее и быстрее, заклинательница светилась все сильнее и сильнее. Сила Хансиня и заклинательницы двигалась как сумасшедшая. Они оба обладали силой истории генов. Хансень вскоре обнаружил, что его сила отличается от силы заклинательницы, но он не мог определить, что именно делает каждую из них уникальной. Хансень догадался, что разница в их силах как-то связана с тем, что колеса вращались в противоположных направлениях. Пока парень пытался понять, какое преимущество дает связь между шестеренками, тело заклинательницы вдруг начало меняться под его рукой. Это изменение отличалось от того, когда она становилась броней, пистолетами, снайперской винтовкой или ракетной установкой. Заклинательница шагнула к Хансенью и соединилась с его телом. Это Хансень был потрясен. Это было знакомое чувство. Это было то же самое чувство, что и тогда, когда он соединился с маленьким ангелом. Конечно, когда заклинательница соединилась с телом Хансеня, его тело тоже изменилось. Его волосы и глаза изменились, отражая цвета заклинательницы. Его тело стало мягче. На его лбу появились странные символы заклинательницы. Это сочетание отличалось от того, когда заклинательница превратилась в броню, которую Хансень использовал. Это было больше похоже на процесс и результат комбинации, который юноша испытал с маленьким ангелом. На теле Хансеня не было брони. После комбинации с заклинательницей Хансень заметил, что у него есть два колеса истории генов. Он едва мог поверить в это. Они все еще были активны и вращались в противоположных направлениях, но кроме влияния друг на друга, они не соединялись ни с какими другими универсальными шестеренками. Сейчас они молочием отличались друг от друга. Не было никаких территориальных сил. Но из-за того, что они объединились, физическая форма Хансеня стала еще выше. Пока Хансень размышлял о силе области истории генов, он вдруг почувствовал таинственную ударную волну, исходящую из его моря души. Хансень уже чувствовал эту ударную волну раньше. И сейчас она повторилась. Парень заглянул в свое море души и увидел черную кристаллическую броню. На черном кристаллическом шлеме появился символ, точно такой же, как и на лбу Хансеня. Он светился мягким светом. Парень почувствовал, что его связь с черной кристаллической броней еще никогда не была такой тесной. Казалось, что он может управлять ею своим сознанием. Но Хансень быстро понял, что это была иллюзия. Он мог видеть симбиотическую связь между собой и черной кристаллической броней, но не мог ее контролировать. Но эта перемена сделала Хансеня очень счастливым. Неужели сила истории генов предназначена для управления черной кристаллической броней? Связь между мной и черной кристаллической броней определенно укрепилась. Если история генов достигнет определенного уровня, возможно, я смогу управлять черной кристаллической броней. Мысли Хан Сеня вернулись к тому моменту, когда удар черной кристаллической брони уничтожил статую. Он определенно хотел бы максимально улучшить историю генов, чтобы иметь возможность облачаться в такую броню. Но это также заставило Хан Сеня слегка забеспокоиться. История генов была изобретена лидером священным и той странной женщиной. Ее целью было убивать богов. Почему история генов связана с черной кристаллической броней? Связана ли черная кристаллическая броня с лидером священным? Черная кристаллическая броня происходит из святилищ. Если она связана с лидером священным, почему он оставил ее в святилищах? Если черная кристаллическая броня – это предмет, который лидер священный создал, чтобы сразить Бога, то он потерпел неудачу. Поэтому он просто выбросил ее в святилище. Парень понимал, что лидер священный вряд ли вот так просто выбросил бы комплект брони. Так что это было лишь предположение. Никто пока не знал правды. Узнав, для чего можно использовать заклинательницу, Хан Сень почувствовал себя подавленным. Пока он полностью не активирует черную кристаллическую броню, область заклинательницы мало чем ему поможет. Комбинация с ней лишь делала его тело сильнее. Никаких особых способностей не было. Не может быть. История генов должна быть независимой. Эта женщина никогда не говорила, что для истории генов нужен комплект брони. Что происходит? Неужели черная кристаллическая броня существует потому, что это был единственный способ для лидера священного узнать историю генов? Поэтому они подходят друг другу? Эта идея действительно казалась возможной. Когда он впервые попытался практиковать историю генов, он неоднократно терпел неудачу. Только с помощью черной кристаллической брони он смог начать практиковать историю генов. Если лидер священной и та женщина создали историю генов и заметили, что ее нельзя практиковать, то лидер священной мог найти способ сделать это с помощью синтеза черной кристаллической брони. В таком случае, опыт Хан Сеня с историей генов мог иметь смысл. Однако была одна вещь, которая не имела смысла. Если черная кристаллическая броня была чем-то, что помогло истории генов, то лидер священный должен был носить ее с собой, как сокровище. Зачем ему было оставлять ее в святилищах и более того, почему он оставил ее в первом святилище? Хансень не понимал, поэтому перестал думать об этом и деактивировал связь с заклинательницей. Странно, когда я соединяюсь с заклинательницей, почему процесс так похож на то, что я делаю с маленьким ангелом? Хансень хотел найти маленького ангела и попробовать еще раз, но ее здесь не было. Так что ему придется подождать. Когда парень вернулся в рубку управления, пираты стояли перед Баэр. Все они выглядели подавленными. Они были герцогами и королями, но их лица были покрыты наклейками. Они выглядели уморительно. Он увидел, что глаза пиратов умоляли о помощи. Тогда Хансень посадил Баэр на плечо и сказал. Ладно, пусть теперь они возвращаются к работе. Мы должны взглянуть на рыцарей экстремальных королей. Хансень прошел несколько шагов, как вдруг услышал крик пирата. Капитан, смотри, что-то приближается к нам. Хансень посмотрел туда, куда указывал человек, и увидел огромный линкор среди облаков. Линкор был почти такой же большой, как планета. Такие большие корабли встречались часто, но это была система Тиньса. В этом месте большинство электроники не работало, поэтому было удивительно видеть, что что-то такое большое остается функциональным. Пока Хансень размышлял над этой странностью, линкор подошел к белому киту. Огромный белый кит выглядел крошечной рыбкой рядом с монолитным линкором. Глава 2499. Сайны. Сайн. Лицо Хансеня изменилось. Если во Вселенной существовала раса, способная загнать линкор в систему Тиньса, то это были Сайны. С точки зрения эволюции, Сайны, вероятно, были где-то в двадцатке высших рас во Вселенной. Но благодаря своему технологическому прогрессу, они считались шестыми по такой шкале. Даже технологии экстремальных королей были недостаточны по сравнению с Сайенами. Когда он увидел железный символ Сайена на передней части линкора, он сразу же понял, что это действительно корабль Сайенов. Впрочем, даже не видя символа, он все равно догадался бы. Только Сайны могли беспрепятственно доставить гигантский линкор в систему Тиньса. Хансень заколебался, раздумывая, куда бы еще полететь на своем белом ките. Сайанский линкор выпустил луч света, но, к счастью, это была не атака на белого кита. Луч света остановился перед кораблем, и на нем появилось изображение существа, облаченного в броню. Это была голограмма, переданная на большое расстояние. Мой дорогой Хансень, я принц Альберт Сайенский. Мой король приказал мне пригласить вас в качестве привилегированного гостя Сайенов. Закованное в броню существо поклонилось Хансенью. Он выглядел очень элегантно. Спасибо за приглашение, но не стоит благодарности. Я занят и не могу выделить время, чтобы навестить вас, ответил Хансень, находясь внутри белого кита. Принц Альберт услышал это, но продолжил. Пожалуйста, не бойтесь, ибо мы не желаем вам зла. Мы лишь просим вас благословить нашего принца. Если вам что-то нужно, пожалуйста, скажите нам. Возможно, тогда мы сможем обсудить цену за ваши услуги. Боюсь, вы меня неправильно поняли. Я могу дать вам благословение, но превратить обычное существо в обожествленную элиту – задача невыполнимая, сказал Хансень. Принц Альберт рассмеялся. Мы знаем это. Не волнуйтесь, мы не собираемся заставлять вас делать что-то невозможное. Наш король просто хочет, чтобы вы благословили нескольких принцев. Увеличение таланта – это все, что мы ожидаем и требуем. Больше ничего не нужно. Понятно, но я действительно занят. Я не могу навестить вас сейчас. Хансень не верил ничему, что говорил ему принц Альберт. Если вы действительно этого не хотите, то мы не будем заставлять вас ехать с нами. Однако, если вы будете свободны в какой-то момент, пожалуйста, подумайте о том, чтобы посетить Сайенов. Если вы сможете благословить нескольких наших принцев, мы будем вам очень обязаны. Принц Альберт продолжал говорить. Вас разыскивают экстремальные короли, поэтому боюсь, что дорога, по которой вы пойдете, небезопасна. Я могу проложить для вас путь, по которому вы благополучно покинете это место. После этого гигантский линкор, похожий на планету, развернувшись, пошел вперед. Хансень колебался, но все же направил белого кита вслед за огромным кораблем. Если принц Альберт планировал заставить его отправиться к Сайенам, то у Хансеня все равно не было выбора. Поэтому он пошел следом, чтобы узнать, чего они на самом деле хотят. Удивительно, но Сайены действительно просто вывели их из системы Тинься. Поскольку линкоры обычных раз не могли войти в систему Тинься, у Сайенов было большое преимущество. Они могли сделать то, что не могли другие. Они знали это место гораздо лучше, чем большинство людей. Кроме того, у них были передовые технологии. Они могли избежать многих ненужных неприятностей. Менее чем через месяц Хансень вышел из системы Тинься под защитой линкора Сайенов. «Мой дорогой, Хансень, я надеюсь, что однажды вы сможете приехать к Сайенам», — сказал принц Альберт. Попрощавшись с Хансенем, линкор принца набрал скорость и улетел. Он не пытался сражаться с Хансенем. Сайены, это интересно. Хансень смотрел, как Сайенский линкор исчезает в космосе, удивленный неожиданной вежливостью. «Господин капитан просто великолепен. Даже принц Альберт так вежлив с вами. Он один из их обожествленной элиты, практически бог среди Сайенов. Господин капитан так знаменит. Я чувствую себя таким счастливым, что могу следовать за господином капитаном и маленьким капитаном». Пираты, как обычно, раздували носы, но на самом деле они были в шоке. Хансень убил принца экстремальных королей и поэтому разыскивался ими. Несмотря на это, другие обращались с ним так вежливо. Его репутация, казалось, не поддавалась логике. Хансень знал, что принц Альберт и Сайены относились к нему так только из-за его благословенных способностей. Однако Хансень ценил их поступок. «Если у меня будет возможность, я навещу Сайенов. Но это будет дорогой визит для них», – подумал про себя Хансень. Хансень не стал медлить. Он позволил Баэр пилотировать белого кита через системы Хаоса. Они преодолели некоторое расстояние, отдалившись от системы Тиньса, и самое опасное время осталось позади. Благодаря тому, что Сайены проводили их, Хансень покинул систему Тиньса гораздо раньше, чем ожидал. Все, кто искал его, наверняка думали, что он все еще находится в системе Тиньса. Никто не преграждал путь Хансенью, и он воспользовался передышкой, чтобы безопасно путешествовать по системам Хаоса. Путешествие из города Бога Ду в Небесный Дворец не было долгим. Однако идти прямо в ксеногенное пространство Небесного Дворца было бы слишком опасно, и его бы легко остановили. Поэтому ему пришлось идти окольными путями. Очевидно, что этот путь оказался не таким уж беспроблемным, как он надеялся. Считалось, что система Тиньса гораздо безопаснее, чем системы Хаоса. У экстремальных королей были рыцари, патрулирующие системы Хаоса, поэтому добраться до Небесного Дворца таким путем было бы очень сложно. Когда Хансень вошел в систему Хаоса, он решил, что экстремальные короли еще не знают, что он сбежал из системы Тиньса. Намереваясь воспользоваться задержкой информации, Хансень проложил курс, который должен был привести его вглубь этого царства. Но через некоторое время пути кто-то появился в пространстве, преграждая путь Хансенью. Баючен, почему он здесь? Если он здесь, значит, здесь и воины экстремальных королей. Хансень был шокирован. Хансень, выходи. Не волнуйся, здесь только я. Я готов сразиться с тобой сейчас, обратился Баючен к белому киту, все еще парящему в пространстве. Немного подумав, Хансень вылетел из белого кита. Когда он оказался немного ближе к Баючену, он спросил его. Как ты узнал, где меня найти? Он не боялся Баючена и считал их встречу странной. Он не знал, как Баючену удалось встретить его здесь. Это было слишком большое совпадение. Я попросил учителя Древней Бездны рассчитать для меня твой путь. Он сказал мне, что я могу подождать тебя здесь. Он был прав. Ты здесь, сказал Баючен. Услышав это, Хансень был потрясен. Он не мог поверить, что кто-то мог предположить, что он появится в этом месте. Кроме того, он отправил кого-то ждать его здесь. Это было слишком страшно. Глава 2500. Навык призрачный нож. Хансень размышлял над тем, как учитель Древней Бездны смог так точно рассчитать маршрут его побега. Сказать Баючену, где ждать Хансеня, было не так уж сложно, потому что учитель Древней Бездны был умным человеком. Тем более, что путешествие Хансеня не было особенно неторопливым. Преследователи все время шли за ним по пятам. Это заставило его насторожиться. Хватит. Иди и сразись со мной. На этот раз я выиграю, сказал Баючен, и сила внутри него взорвалась. Все его тело приобрело золотистое сияние. Это было его призрачное тело короля. Какая мощная сила. Ты поднял уровень и стал полубогом? Хансень потрясенно смотрел на Баючена. Скорость развития этого человека была слишком быстрой. Баючен холодно сказал. Практика жизни и смерти на экстремальной горе. Я уже не тот, что прежде. На этот раз я не проиграю. Прости, если это звучит слишком прямолинейно, но даже если ты полубог, я думаю, ты будешь разочарован, если рассчитываешь победить меня с помощью призрачного тела короля, сказал Хансень, глядя на Баючена. Мужчина уставился на Хансеня. Он ответил медленно, четко произнося слова. Давай, сразись со мной. Как я уже сказал, я не собираюсь проигрывать. Хансень ничего не сказал. Он просто достал свой нож призрачный зуб. Он использовал клык и сделал выпад в сторону Баючена. В дополнение к силе зубов в его ноже, он также использовал вечность, укрепляющую силу. Призрачное тело короля Баючена могло игнорировать все физические и энергетические атаки. Однако оно не могло блокировать силу затвердевания вечности. Фан Цин Юй достал кубик Рубика Ван Цзи, который ему вернул Хансень. Он начал снимать бой между Хансенем и Баюченом. Это была всего лишь запись. Он не транслировал ее прямо сейчас. Фан Цин Юй знал, что не может рисковать, раскрывая их местоположение. Если он это сделает, то придут экстремальные короли, и все они погибнут. Баючен нахмурился, увидев удар Хансеня. Он протянул пустую руку и из ничего вытащил длинный синий нож. Он взмахнул им, чтобы столкнуться с ножом Хансеня. Парень увидел, что нож соперника приближается к ножу призрачному зубу, и его глаза внезапно сузились. Вместо того, чтобы продолжить удар, он крутанул нож, прикрывая левую сторону. Фан Цин Юй и пираты уставились на него широко раскрытыми глазами. Они подумали, что Хансень должно быть сошел с ума. Парень решил не блокировать нож Баючена. У Хансеня не было защиты, и он просто использовал свой нож, чтобы защитить левую сторону шеи. Независимо от того, как они это видели, Хансень выглядел безумным. Если бы он блокировал нож, его бы убили. Дон. Но в следующую секунду они услышали резкий звук столкновения металлических ножей друг с другом. Баючен видел, как Хансень сделал выпад вперед, но затем нож появился рядом с шеей Хансеня как раз вовремя, чтобы блокировать настоящий удар Баючена. Если бы нож призрачный зуб Хансеня был бы медленнее, то удар пришелся бы по шее парня. Фан Цин Юй и остальные были шокированы, их рты были широко открыты от удивления. Они не понимали, что видят. После этого удара Баючен использовал другие свои навыки владения ножом. Его длинный нож был настолько странным, что идти по его следу было бессмысленно. Каждый раз, когда нож наносил удар, он появлялся в другом месте, как будто нож мог телепортироваться в пространстве. Фан Цин Юй был недостаточно быстр, чтобы уследить за происходящим. Он должен был снимать все на видео, чтобы потом замедлить процесс. Но он все равно не понимал, как Баючен владеет ножом. Его нож мог появиться из пространства в любом месте. Не было никаких признаков его появления, что делало его страшнее призрака. Он был похож на косужница. Он забирал жизни еще до того, как жертва узнавала о его приближении. Фан Цин Юй замедлил видеозапись, затем снова замедлил, и снова, и снова. Но все равно он не мог определить, как Баючен использует свой длинный нож. Но еще более шокирующим было то, что Хансень смог блокировать все атаки Баючена. Где бы ни появлялся нож противника, в том же месте появлялся нож призрачный зуб Хансеня, чтобы отразить удар. Если навыки ножа Баючена были непредсказуемым призраком, то навыки ножа Хансеня были навыками Бога. Бога, который знал все. Тело Баючена то появлялось, то исчезало. Его нож мелькал повсюду, бросая вызов логике и разуму. Хансень парил в пространстве. Он использовал свой нож призрачный зуб, чтобы блокировать удары слева и справа. Он двигался плавно, каким-то образом идеально предугадывая и перехватывая призрачные ножи противника. Он был подобен Богу, который знал все. Эти странные навыки владения ножом ничуть не смущали его. Господин капитан слишком силен. Если бы это был я, моя голова давно бы отлетела. Я бы даже не понял, как умер. Господин капитан похож на какого-то всезнающего Бога. Как он может предсказать, где появится этот нож? Он выглядит как пророк. Он слишком силен. Этот принц экстремальных королей Баючен, такой профессиональный и талантливый, но по сравнению с Хансиним, ничтожество. Он не может бороться с капитаном. Да здравствует господин капитанах. Давайте пожелаем и маленькому капитану долгой жизни. Долгой жизни. Долгой жизни. Пират, увидев, что Байер смотрит на него, тут же добавил свою похвалу. Однако, несмотря на все это, Баючен демонстрировал поистине шокирующие улучшения. Когда он был на экстремальной горе, рискуя жизнью, он довел свое призрачное тело короля до максимума. Он прорвался под действием собственной силы и научился настоящим навыкам призрачного ножа. Эти навыки призрачного ножа могли пройти через подземный мир так же легко, как и в реальном мире. Люди не могли предсказать, когда и где ударит нож, но Хансень мог видеть сквозь измерения. Неважно, откуда придет нож, он будет там, чтобы блокировать его. Баючен довел свой призрачный нож до максимума, но все равно не мог ранить Хансеня. Баючен внезапно отвел нож назад и отступил. Все еще глядя на Хансеня, он сказал, ты очень силен, ты намного сильнее, чем я ожидал. Ты тоже неплох. Ты становишься хорошим, спокойно ответил Хансень. Обычные люди не могли видеть призрачный нож, выскочивший сквозь ткань пространства, но Хансень из-за области Дон Сюань мог видеть все изменения, происходящие в той или иной области. Когда призрачный нож появлялся из небытия, он приводил в действие универсальное зубчатое колесо, которое было с ним связано. Это означало, что Хансень каждый раз получал предупреждение. Таким образом, навык Баючена призрачный нож не сработал против него. Если бы Хансень использовал свою область Дон Сюань, чтобы заблокировать универсальные зубчатые колеса в их окрестностях, нож Баючена никогда бы не появился из пространства. Хансенью было любопытно, как Баючен владеет навыком призрачный нож, поэтому он пока не атаковал. Он позволил мужчине продолжать применять против него навык призрачный нож, чтобы понаблюдать. Теперь я могу использовать этот навык без опасений. Баючен сделал вид, будто не услышал Хансеня и посмотрел на свой нож. Какой навык? Спросил Хансень. Навык, которому я научился на пике экстремальной горы. Он может определить жизнь или смерть, медленно сказал Баючен. Его глаза словно горели. В нем и его ножи поднялась странная сила. Глава 2501. Свет мертвого бога большой вселенной. То, что ты учился на экстремальной горе, меня не касается, подумал Хансень. Если хочешь рискованной драки, ксеногенные существа есть везде. Зачем придираться ко мне? Я убил этого никчемного боя, и теперь экстремальные короли хотят моей смерти. Но если бы я убил этого любимого мальчика Баючена, король Бай, скорее всего, сам пришел бы за мной. Почему меня считают тем, кто все это начал? Но Баючен не собирался давать ему шанс прекратить борьбу. Принц бушевал все больше и больше. Призрачное тело стало твердым, но что-то в нем все еще казалось бесплотным. Смотреть на него было все равно, что смотреть на иллюзию. Хансень нахмурился. Синий нож Баючена потемнел до черноты. Казалось, что под его поверхностью извиваются какие-то цепи из черной субстанции. Что это за навыки владения ножом? Он собирается создавать цепочки субстанции, как тот черный тигр, которого я встретил ранее. Хотя субстанциональные цепи еще не полностью сформировались, но если он сможет это сделать, то у Баючена будет 90% шансов стать обожествленным, подумал Хансень. Наблюдая за Баюченом, глаза мужчины горели. Его взгляд был пристальным. Он пронизывал Хансеня. Путь на экстремальную гору очень труден. Вероятность погибнуть 90%, а вероятность выжить всего 10%. Однако награда за достижение целей очень велика. Я заработал престижный навык экстремальной горы под названием Свет Мертвого Бога Большой Вселенной. Одно попадание может уничтожить все, так что тебе лучше быть осторожнее. Можно я не буду, пожалуйста? Спросил Хансень, выглядя расстроенным. Нет, когда Баючена ответил, он уже атаковал. Свет черного ножа направился на Хансеня, и его было не остановить. Казалось, что нож даже не двигался. В момент появления Света нож оказался внутри тела парня. Это то же самое, что и колесо Сутры Кровавого Пульса. Это сила, которая может влиять на шестеренки других существ. Хансень был потрясен. Поскольку удар был нанесен прямо по его колесу, от него было практически невозможно увернуться. Это была разрушительная атака. Но она отличалась от Сутры Кровавого Пульса. Сутра Кровавого Пульса толкала колесо других, а Свет Ножа Баючена разрушал колесо других. Если колесо было сломано, это означало, что человек был почти мертв, и его жизненная сила уходила. Уклониться от удара было бы несложно, если бы он находился дальше от Баючена. С увеличением расстояния между ними эффект на колесо Хансеня ослабевал. Это означало, что удар был бы более слабым. Но Хансень не знал, что Баючен может нанести такой удар. Он был слишком близко к мужчине. Уклоняться было уже поздно, поэтому у него не было выбора, кроме как принять удар. Сила внутри тела Хансеня пришла в движение, его шестеренка закрутилась, и на ней замигал странный символ. Это было колесо истории генов. Свет черного ножа Баючена вошел в него и ударил по его колесу, но не смог сдвинуть его. Черный нож ударился о самодвижущееся колесо и сломался. Он разлетелся на куски черной субстанции, а затем растворился. Похоже, что твой навык не представляет собой ничего существенного, сказал Хансень Баючену, который выглядел застывшим. Нет, невозможно. Баючен в недоумении уставился на Хансеня. Парень находился на идеальном расстоянии, несмотря на использование его света мертвого бога большой вселенной. На таком расстоянии, по мнению Баючена, он мог уничтожить любое существо во вселенной, которое было ниже класса бога. Убить даже полубога было так же просто, как отрубить голову курицы. Оба умерли бы от одного удара. Но Хансень был поражен сильнейшим высвобождением света мертвого бога большой вселенной, и ничего не произошло. Баючен не мог поверить в это. Хотя Баючен не мог видеть шестеренки, он знал, что свет мертвого бога большой вселенной был очень загадочной и страшной силой. Он игнорировал все виды защиты, убивая жизненную силу напрямую. Хансень просто не был затронут светом мертвого бога большой вселенной. Когда Баючен уставился на неподвижного Хансеня, он перестал размахивать руками. Он просто сжал свой нож, не зная, что делать. «Ты хочешь продолжать?» — спросил Хансень, глядя на Баючена. «Я проиграл, но в следующий раз не успел Баючен закончить, как Хансень яростно прервал его. В следующий раз Хансень прыгнул вперед. Он прыгнул перед мужчиной и ударил его кулаком в лицо. Страшная сила проломила весь череп Баючена. Кровь хлынула из разбитого лица и вокруг кулака Хансеня. Баючен взлетел в воздух. Хансень последовал за парящей жертвой. Его кулаки и ноги, как ураган, обрушивали на мужчину удары. Хансень был в ярости, и теперь его было не остановить. Плоть Баючена рвалась, а кости ломались под ударами. Он даже не мог сопротивляться. Хансень избивал его тело до полусмерти. «Ты сумасшедший безумец. Ты думаешь, что ты такой сильный, не так ли? Ты думаешь, что можешь делать все, что захочешь, только потому, что ты сын короля Бая». Хансень продолжал говорить, нанося удары. Его кулаки то и дело опускались на лицо Баючена, полностью разрушая его череп. Глазные яблоки мужчины были раздавлены, а его нос стал плоским. Хансень все еще был зол. Он продолжал бить, как сумасшедший, ломая все кости другого человека. Баючен кричал, пока не перестал. Фан Цин Ю и пираты замерли. Это был любимый сын короля Бая. Хансень убил Бая, из-за чего его объявили во всеобщий розыск. Если он убьет Баючена, король Бай лично придет за ним. Призрачное тело короля, навыки призрачного ножа и свет мертвого бога большой вселенной были очень сильны. Но он был слишком сосредоточен на силе. Его техники, его сила и его синхронизация с областями были некачественными. Он смог уничтожить врагов, которые не могли победить его силу. Но если бы он встретил кого-то столь же сильного, как он, он был бы раздавлен. Хансень схватил Баючена и поднял его, как мешок с мокрой грязью. Он понес его обратно к белому киту. Хансень бросил его вниз, и кровь брызнула во все стороны, когда принц экстремальный король упал на пол бескостной кучей. Фан Цин Ю и пираты уставились на лежащего на полу Баючена. Он больше не выглядел человеком. Если бы не его призрачное тело короля, он был бы убит. Все пираты думали, он мог оскорбить кого угодно, только не этого парня. Не могу поверить, что он так сильно избил даже любимого сына короля Бая. Нет никого, кого бы он не осмелился ударить. Заприте его. Возьмите его в заложники. Если экстремальные короли еще посмеют прийти за нами, я отрублю ему голову. Лицо Хансеня было твердым, как гранит. Ярость все еще кипела в теле парня. В свое время он встречал много боевых маньяков, таких как одинокий бамбук. Но даже у одинокого бамбука были свои пределы. Однако этот Баючен стремился только к убийству. У него не было причины, да она ему и не требовалась. Для него все сводилось к убийству. К счастью, шестеренка Хансеня была настолько же твердой, насколько и мощной. И у него была сила вечности. Шестеренки обычных существ были бы разрушены ударом Баючена. Если колесо человека ломалось, то он, по сути, погибал. Состояние, в котором они оставались, было хуже, чем у овоща. Глава 2502. Подавленный король ледяных синих рыцарей. Король ледяных синих рыцарей чувствовал себя очень противоречиво. Он никогда не думал, что присоединение Хансеня к экстремальным королям станет катализатором стольких проблем. Если бы у него был шанс все переделать, он бы никогда не забрал Хансеня из узкой луны. Если бы он мог вернуться назад, то не стал бы заставлять Хансеня присоединиться к экстремальным королям. На самом деле, даже если бы Хансень умолял короля ледяного синего рыцаря и называл его дедушкой, он все равно не взял бы Хансеня с собой. Он избивал бы парня до тех пор, пока тот не упал бы на землю, а затем приказал бы ему оставаться на узкой луне. Хансень мог остаться там и принести вред ребейтам, считал король ледяных синих рыцарей. Куда бы ни отправился Хансень, он приносил с собой беды и потрясения. Но жаль, что в этом мире не было возможности все исправить. Вот и сейчас у короля ледяного синего рыцаря сильно болела голова, стучала в висках. Что случилось с моим мозгом тогда, когда я заставил его выйти оттуда? Король ледяных синих рыцарей хотел ударить себя по лицу. Хансень убил принца. Он замаскировался под принца. Он забрал сокровища и власть у экстремальных королей. Все, что говорил и делал Хансень, заставляло короля ледяного синего рыцаря чувствовать себя так, словно он падает в пропасть. Он знал, что для него игра окончена. Он был тем, кто привел Хансеня к экстремальным королям, и знал, что это лишь вопрос времени, когда его втянут в это дело. Даже если его участие не будет считаться преступлением, он боялся, что его карьера не продвинется дальше. Но это было не самое худшее, чего он боялся. Он только что получил еще одну новость от экстремальных королей. Хансень прорвался через все контрольные точки, которые установили для него экстремальные короли, прошел всю систему тинься и достиг систем хаоса. Король ледяных синих рыцарей не знал, как Хансень удалось это сделать. За ним гналась вся вселенная, но он сумел добраться до систем хаоса. Это привело короля ледяных синих рыцарей в замешательство. В данный момент король ледяных синих рыцарей получил приказ. Он должен был во что бы то ни стало остановить Хансеня. Если парень прорвется мимо него, ему больше не придется появляться на работе. Он больше никогда не будет служить в качестве капитана ледяных синих рыцарей. При мысли о том, что для того, чтобы остановить Хансеня, ему придется взять с собой своих товарищей, король ледяных синих рыцарей почувствовал, как ледяной кулак сжимает его живот. Король ледяных синих рыцарей смотрел прямые трансляции Хансеня в системе тинься. Системы хаоса были опасны, но использовать технологии там было гораздо проще, чем в системе тинься. Хансень повысил уровень Ландо до обожествленного класса, и это удивило его. Это было похоже на чудо, совершенное богом. В это было трудно поверить. Страшнее всего было то, что он видел сражение Хансеня на видео. Он не был уверен, что сможет остановить парня, даже если выведет против него всю мощь ледяных синих рыцарей. Он не думал, что у него есть хоть один шанс в таком аду. Но приказ есть приказ, и король ледяных синих рыцарей должен был его выполнить. В противном случае никто не смог бы его спасти. Используя новости, полученные от экстремальных королей, и свои знания о системах хаоса, мужчина отправил своих ледяных синих рыцарей на перехват Хансеня. Это сработало. Поврежденного белого кита было легко заметить. Когда Хансень увидел короля ледяных синих рыцарей, он был удивлен. Он намеренно избегал приближаться к штаб-квартире ледяных голубых рыцарей, и все равно его перехватили. Похоже, что экстремальные короли теперь знают, что я нахожусь в системах хаоса. Боюсь, что такие люди, как Мэнли, скоро снова начнут появляться, подумал про себя Хансень. Хансень, если ты остановишься и пойдешь с нами к экстремальным королям, все будет хорошо, сказал ледяной синий рыцарь, глядя на поврежденного белого кита. Он смотрел, как белый кит открыл пасть, и из нее появился Хансень. Несмотря на все свои недавние сражения, Хансень выглядел ничуть не хуже. На его щеках появился здоровый румянец, и в целом он выглядел довольно бодро. У него даже была жалкая улыбка, от которой любому захотелось бы ударить его. Король ледяных синих рыцарей. Как поживаешь, парень? Хансень улыбнулся и поприветствовал короля ледяных синих рыцарей. Мужчина странно посмотрел на Хансеня. Он вспомнил, как забрал парня из узкой луны, и увидел, как сильно тот изменился с тех пор. В этот момент ледяной синий рыцарь пожалел, что никогда не видел лица Хансеня. Вернись к экстремальным королям, или я причиню тебе вред, жестким голосом сказал король ледяных синих рыцарей. Все пушки и оружие были наготове и готовы открыть огонь по Хансеню. Ледяные синие рыцари были готовы. Мужчине было достаточно отдать одну команду, и рыцари начали бы огонь, достаточный для того, чтобы взорвать планету. Но перед Хансенем король ледяных синих рыцарей совсем не чувствовал себя уверенно. Столько обожествленных существ преследовали его, а он все равно оказался так далеко. Он не был бы легким противником. Король ледяных синих рыцарей, мне нужно 10 кубометров облачного кристаллического камня, и мне нужно 3000 галлонов гена жидкости 858. Хансень внезапно начал перечислять предметы, которые ему нужны. Ледяные синие рыцари были шокированы. Они не понимали, что имел в виду Хансень. Они собирались сражаться, так почему он выдвигает требования? Ему нужны те предметы, которые он только что перечислил. В замешательстве подумал король ледяных синих рыцарей. Это было просто смешно, что ты имеешь в виду. Мужчина безразлично посмотрел на Хансеня. Это значит, что поторопись и принеси мне то, что я попросил. Я даю тебе 3 часа, раздраженно сказал Хансень. Король ледяных синих рыцарей и другие рыцари посчитали это смешным. Хансень был нужен экстремальным королям, а теперь он давал им список товаров и сроки. Это было просто смешно. Хансень, ты сошел с ума, или у меня старческий маразм? Мы – ледяные синие рыцари. Мы – могущественная сила, которая служит экстремальным королям. Славное имя ледяных синих рыцарей известно далеко и широко, и – верно. Побереги дыхание и иди за моими вещами. У тебя есть 2 часа и 58 минут. Хансень прервал короля ледяных синих рыцарей и хлопнул в ладоши. В этот момент рыцари увидели, как из белого кита вышли еще два человека. Оба они были существами класса короля, и среди них был хромой человек. Человек, которого они несли, выглядел очень плохо. Он был избит и распух. Его одежда была пропитана кровью, а кости были похожи на кашу. Он не мог стоять самостоятельно. Два короля стояли слева и справа от него и держали его вертикально. Король ледяных синих рыцарей узнал, кто это, и у него пересохло во рту. Он с недоверием посмотрел на Хансеня, затем на другого человека. Баючен. Любимый сын короля Бая. Боже, что сделал Хансень? Подумал король ледяных синих рыцарей. Его разум был пуст. Убить 16-го принца, похоже, было недостаточно. Хансень взял в заложники любимого сына короля Бая, Баючена. Он также избил его до полусмерти. Король ледяных синих рыцарей не мог представить, что кто-то, кроме Хансеня, способен на такое. У вас есть 2 часа и 55 минут. Если я не получу все, что хочу, вовремя, я отрублю ему голову. Хансень схватил Баючена за волосы и посмотрел на ледяных синих рыцарей, которые в данный момент находились в ступоре. Глава 2503. Сокровища. Ледяные синие рыцари в бессильной ярости смотрели, как белый кит улетает прочь. Хотя бесчисленное количество оружия и пушек было готово к стрельбе, никто не осмелился нажать на кнопку. Они лишь смотрели вслед уплывающему белому киту, пока он не скрылся из виду. Король ледяных синих рыцарей все еще выглядел растерянным. Он чувствовал себя беспомощным, но в то же время был счастлив. Хотя он никогда бы не сказал этого вслух, тот факт, что Хансень держал Баючена в заложниках, означал, что начальство короля ледяных синих рыцарей не требовало от него преследовать Хансеня. Они не хотели, чтобы ледяные синие рыцари и Хансень сражались, и это принесло ему некоторое облегчение. Хотя он никогда не сражался с Хансенем, но когда король ледяных синих рыцарей увидел парня в этот раз, ему стало немного не по себе. Вокруг Хансеня и его подвигов была какая-то таинственность. Сила юноши казалась непостижимой, и это пугало. Если бы он сражался с Хансенем, то у короля ледяных синих рыцарей было ощущение, что он и его люди окажутся в плачевном состоянии. «Королева ножа, ты взяла под свое крыло очень страшного ученика», — со вздохом подумал король ледяных синих рыцарей. Затем он приказал своим людям следить за траекторией полета Хансеня. Хансень посмотрел на обилие ресурсов на своем корабле и почувствовал себя лучше от того, что они там есть. Это были материалы, необходимые для ремонта белого кита. Теперь, когда они были у Хансеня, его попытка побега могла пройти более гладко. Фан Цинью и пираты чувствовали себя как во сне. Их перехватили ледяные синие рыцари экстремальных королей, и они вышли из боя совершенно невредимыми. Кроме того, они получили запас провизии. Вот что мы называем настоящей пиратской добычей. Мы ограбили экстремальных королей. Мы более смелые, чем настоящие пираты, думали пираты. Они начали верить, что следовать за Хансенем – не такая уж плохая идея. Но они знали, что после того, как Хансень сделает это, экстремальные короли останутся оскорбленными и разгневанными. Король Бай никак не мог допустить, чтобы оставшаяся часть их путешествия прошла беспрепятственно. Впереди их ждала еще большая опасность. Хансень поделился некоторыми ресурсами, которые им дали. Им дали еды, так что вина и ужина хватило на всех. Хансень не был в восторге от еды, которую ему принесли, но было приятно угодить остальным членам экипажа и дать им всем возможность наесться. А что касается материалов, необходимых для починки белого кита, Хансень поручил пиратам работу внутри кристаллического реактора. После этого белый кит сам закончит ремонт. Ему просто нужны были необходимые для этого материалы. До этого он не занимался саморемонтом, потому что в его кристаллическом реакторе не было необходимого топлива. Теперь, когда топлива было достаточно, белый кит мог приступить к саморемонту. Разбитые части начали срастаться, но до полного восстановления было еще далеко. «Капитан, кто-то преследует нас сзади», — сказал пират, подбежавший к Хансенью. «Не обращайте на них внимания. Давайте продолжим путь», — без особого удивления ответил Хансень. «Было бы странно, если бы экстремальные короли не приказали королю ледяных синих рыцарей следовать за ними». Впрочем, Хансень не возражал против такого хвоста. Когда белый кит будет полностью восстановлен, он станет не хуже обожествленного. В этот момент избавиться от ледяных синих рыцарей, если они попытаются что-то сделать, не составит труда. «Это место находится недалеко от того места, где стоял на страже король ночной реки», — подумал Хансень, с любопытством оглядываясь вокруг. Хансень очень заинтересовался дневником, который вел король ночной реки, но в прошлый раз, когда он осматривал это место, у него не было возможности нормально все исследовать. Теперь же его возможности сунуть нос не в свое дело значительно расширились. Потребуется некоторое время, чтобы починить белого кита. А за это время он не мог избавиться от хвоста, который нацепил на него король ледяных синих рыцарей. Поэтому, раз уж у него было время, он мог бы попробовать выяснить, о чем говорил король ночной реки в своем дневнике. Король ледяных синих рыцарей думал, что как только Хансень заберет ресурсы, он продолжит убегать так быстро и так далеко, как только сможет. Но, конечно же, Хансень решил побродить вокруг. Вместо того, чтобы сосредоточиться на побеге, он вернулся к месту, где находились ледяные синие рыцари. Что этот придурок пытается сделать? Король ледяных синих рыцарей почувствовал, что немного сходит с ума. Забрать Хансеня из узкой луны было худшим поступком за всю его жизнь. Однако Хансенью было все равно, что думают рыцари. Он направил белого кита в пограничные районы синей ледяной системы, направляясь к планете, где когда-то находился король ночной реки. Когда Хансень прибыл туда, он обнаружил, что король ледяных синих рыцарей присоединился к людям, стоявшим на страже. Хансень, ты все еще не ушел. Что тебе нужно? Король ледяных синих рыцарей смотрел на Хансеня, стараясь не скрежетать зубами. Если бы он мог, он бы с удовольствием убил парня прямо там и тогда. Ничего. Я просто устал. Я планирую отдохнуть здесь. Вы, ребята, идите и занимайтесь своими делами. Нет необходимости так усердно сопровождать меня. Я немного отдохну на этой планете перед отлетом, с улыбкой сказал Хансень. Кто захочет тебя сопровождать? С характером короля ледяных синих рыцарей он не мог не ругаться в разочаровании. Хотя он был очень зол, Баючен все еще был в руках Хансеня. Он не мог сделать ничего такого, что могло бы помешать безопасности Баючена. Он приказал ледяным синим рыцарям не мешать Хансенью на случай, чтобы Баючен не пострадал. Хансень позволил белому киту приземлиться на планету, которую охранял король ночной реки. Он осмотрел близлежащие планеты, но никаких признаков существ, описанных в дневнике короля ночной реки, не было. Не было ничего и о тех числах. Согласно описанию короля ночной реки, чтобы это ни было, оно должно было быть фиолетовым. И таких существ с цифрами должно было быть 40. К тому же, все они были класса короля. Их не должно было быть трудно найти, чем бы они ни были. Если здесь были десятки извергов класса короля, Хансень должен был найти их без труда. Однако парню не удалось обнаружить ни одного существа класса короля на этой планете. Планету охраняли только два ледяных синих рыцаря класса короля, но они не имели к этому никакого отношения. Ксеногенных существ класса короля там не было, потому что ледяные синие рыцари уже зачистили их. Даже если какие-то существа и выжили здесь, то они были низкого уровня. Существа класса короля вряд ли смогли здесь спрятаться. Хансень отправился в ту часть планеты, где должен был работать король ночной реки, но ничего странного там не увидел. Он был немного разочарован. Он не мог оставаться там слишком долго. Если кто-то вроде Мэнли придет за ним, все закончится плохо. Если странность, о которой король ночной реки писал в своем дневнике, произошла не рядом с местом его дислокации, то у меня мало надежды найти ее. Планета слишком велика, чтобы я смог обыскать ее всю в ближайшие один-два дня, пока Хансень размышлял, стоит ли ему сдаваться, к нему подбежала Баэр. Своими маленькими пальчиками она погладила рукава Хансеня. Баэр, в чем дело? Хансень опустил голову и растерянно посмотрел на девочку. Баэр ткнула пальцем, и Хансень понял, что она имела в виду. Он присел на корточке, чтобы посмотреть на нее. Баэр прижала свой маленький ротик к уху Хансеня и прошептала. Папа, там сокровище. В груди Хансеня поднялось волнение, но он не показал этого. Он тихо спросил Баэр. Ты знаешь, где находится сокровище? Девочка кивнула, и это еще больше обрадовало Хансеня. Он взял Баэр на руки и вышел из белого кита. Он обратился к одному из пиратов. Ребята, присмотрите за Баэрчином. Мы с Баэр отправимся на прогулку. Глава 2504. Заговор. Ледяные синие рыцари наблюдали за Хансиним через камеру, стиснув челюсти. Он был похож на вора, который ворвался в их дом и избил их сына, а затем принялся красть их имущество. После совершения преступления, вместо того, чтобы убежать, он пошел на задний двор выпить чашку чая. Разве это не привело бы в ярость? Хуже всего было то, что, чтобы сохранить жизнь Баэрчина, им пришлось воздержаться от того, чтобы что-то сделать с Хансиним. Они должны были наблюдать за его приятной прогулкой по планете. Что он пытается сделать? Король ледяных синих рыцарей посмотрел на Хансеня. Он не мог понять, с какой целью парень пришел сюда. Учитывая опасность ситуации, в которой оказался Хансень, все решили, что будет лучше, если он уйдет как можно скорее. Неважно, насколько силен был Хансень, он не мог соперничать с обожествленными элитами. Если прибудут экстремальные короли, то он окажется в большой опасности. Но Хансень не бежал. Он просто бездельничал. Его действия заставили короля ледяных синих рыцарей и других высших чиновников начать сомневаться. Они отправили видеозапись с Хансиним экстремальным королям. А божествленная элита экстремальных королей тоже была очень озадачена его целью. Они не знали, почему Хансень решил остановиться на этой случайной планете. Казалось, что он просто ждал, пока его схватит. Заговор. Должен быть какой-то заговор, сказал шестой дядя, стиснув зубы. Они верили, что у Хансеня есть какой-то план, который вот-вот раскроется, но не знали, в чем он заключается. Все напряженно думали о происходящем, пытаясь угадать, что пытается сделать Хансень. Но вариантов было слишком много. Ни один вариант не казался более вероятным, чем все остальные. Пусть четвертый дядя и остальные быстро отправляются к системам Хаоса. Неважно, что задумал Хансень, для них это не будет угрозой, холодно сказал король Бай. Его любимый сын был схвачен Хансенем, но он не выглядел слишком обеспокоенным. Он выглядел так, словно ничего не произошло, и вел себя как обычно. Отец, я прошу тебя позволить мне взять несколько человек в системы Хаоса. Нам нужно поймать Хансеня и спасти Баючина, поклонился наследный принц. Они с Баючином происходили от одной матери, поэтому он был ближе к Баючину, чем к другим королевским детям. Однако он обратился с просьбой о спасении парня не из-за кровной связи. Как сын той же матери, Баючин был чрезвычайно талантлив, и король Бай любил его. Кроме того, Баючин не хотел трона. Он много сделал для того, чтобы его брат стал наследным принцем. Умоляя таким образом, он дал понять королю Баю, что очень любит своего брата. И в любом случае у него не было причин не ехать. Король Бай все так же холодно ответил. Наша сделка с Миками достигла критической точки. Нам все еще нужно, чтобы ты проследил за этим. Не волнуйтесь, четвертый дядя сможет все уладить. И мисс Миррор тоже уже в пути. Хансень держал Байр, продолжая идти по планете. Эта планета не была идеальным местом для жизни существ. Кроме базы, остальная окружающая среда была бедной. Только несколько ксеногенных существ могли жить в таких условиях. Это место было похоже на каменистую луну. Оно было полно кратеров, образовавшихся в результате многочисленных метеоритных ударов. Многие из них представляли собой огромные географические объекты, в то время как другие были размером с футбольное поле. Астероиды вблизи планеты притягивались вниз гравитацией планеты. Поэтому на поверхность планеты постоянно падали метеоры. Но теперь, когда ледяные синие рыцари захватили планету, многие крупные метеориты уничтожались до того, как был нанесен какой-либо ущерб. Кратеры вокруг Хансиня образовались еще до захвата планеты ледяными синими рыцарями. Баэр тайновела Хансиня. Через некоторое время парень достиг одного из небольших кратеров. Хансинь заглянул в кратер. В его центре лежал разбитый камень. Камень слегка поблескивал металлическим блеском. Он не был фиолетовым, как ожидал Хансинь, что его немного разочаровало. Но если Баэр сказала, что здесь есть какое-то сокровище, то это должно было быть что-то хорошее. Мысль об этом немного улучшила его настроение. Король ледяных синих рыцарей и другие рыцари, наблюдавшие за видеозаписью, видели, как Хансинь с замешательством ходит возле скал. Они не знали, о чем думает парень. Они продолжали гадать, что задумал Хансинь, пытаясь определить, что он планирует, но так и не смогли разгадать его замысел. Пока они напряженно наблюдали, Хансинь отодвинул много камней. На камере было видно, что под обломками лежит множество фиолетовых грибов. Все были потрясены. Эта планета не подходила ни для какой формы жизни, поэтому на ней не процветали ни существа, ни растения. Даже обычным ксеногенным существам было трудно на такой планете. Только некоторые ксеногенные виды, приспособленные для космоса, могли жить там какое-то время. Но сейчас они смотрели на кучу фиолетовых грибов размером с кулак. Это было очень редкое зрелище. Хансинь, увидев грибы, выглядел очень счастливым. В то время как рыцари, смотревшие видео, могли видеть только фиолетовые грибы, Хансинь чувствовал их жизненную силу. И он мог сказать, что фиолетовые грибы были почти так же сильны, как ксеногенные растения класса короля. Растительные ксеногенные? Хансинь посмотрел на фиолетовые грибы. По его подсчетам, их было около 70. Некоторые из них были большими, а другие маленькими. Но все они обладали жизненной силой класса короля. Эти грибы, они не могут быть теми, о которых говорил король ночной реки, не так ли? Фиолетовые грибы, это то, чем они были? Нет. Посмотри на эти цифры. Они должны быть кодом для какого-то существа. Это не могут быть те существа, на которых указывает код. Эти грибы должны быть предметами, зараженным этими цифрами. Так что же это такое? Хансинь посмотрел на них. Кроме фиолетовых грибов, вокруг больше ничего не было. Они всегда были здесь, где они. Хансинь вспоминал содержание дневника короля ночной реки, но в дневнике не было явного упоминания о том, где именно они находятся. Баэр смотрела на грибы, и казалось, что у нее вот-вот потекут слюнки. Папа, можно я их съем? Ты можешь их есть? Хансинь протянул руку и попытался взять гриб, но не успел он дотронуться до гриба, как тот зашевелился. Зонтикообразная шляпка гриба сильно расширилась, а затем стала меньше, выпустив дымку фиолетового тумана. Хансинь мгновенно защитил Баэр из себя божественным светом нефритовой кожи. Он создал ледяную стену, чтобы защитить их от фиолетового тумана. Фиолетовый туман вступил в контакт с ледяной стеной и разъел ее. Это произошло так быстро, что ледяная стена просто расплавилась до фиолетового цвета. Брови Хансиня приподнялись. Очень мощная токсичная сила. Король ледяных синих рыцарей и шестой дядя экстремальный король, которые смотрели видео, были шокированы. По видео они не могли точно сказать, что это за грибы. Но теперь, когда они увидели грибы, они были ошеломлены. Они знали, что эти странные вещи должны были быть растительными, ксеногенными класса короля. Грибы обладали очень сильной токсической силой. Если бы это было не так, они бы не разъели ледяной свет Хансиня. Баэр, ты действительно хочешь съесть один из них? Ты, наверное, шутишь. Хансинь посмотрел на ядовитые фиолетовые грибы и обратился к Баэр. Я не говорю о грибах. Я говорю об этом. Девочка указала на что-то рядом с фиолетовыми грибами. Глава 2505. Выкапывание сокровищ. Хансинь последовал указаниям Баэр, когда она сказала ему, где искать. Среди этого скопления грибов был небольшой комок травы, который не выглядел особенно выдающимся. Высота травы составляла всего 3-4 сантиметра. Она была очень-очень маленькая и выглядела шершавой и желтой. Казалось, что она высохла и умерла. Если бы девочка не указала на нее, Хансинь и не заметил бы ее. Ты хочешь съесть эту траву? Хансинь потрясенно посмотрел на Баэр. Он подумал, с каких это пор у Баэр изменился вкус. Я думал, она ест только сладости, не трава. Под ней что-то есть, тихо сказала Баэр. Под ней Хансинь посмотрел на траву и сразу же понял, что она имела в виду. Трава, вероятно, была похожа на зелень моркови. Полезной частью растения был корень. Хансинь перестал колебаться и начал использовать свой нож-призрачный зуб, чтобы прорубить путь к крошечному участку травы. Он взмахнул ножом и срезал несколько ядовитых фиолетовых грибов. Ксеногенные растения класса короля были для Хансиня пустяком. Один взмах, один гриб. Он даже разрубил их корни. Ядовитые грибы выпустили свой ядовитый туман, но Хансинь использовал ледяной свет, чтобы блокировать его. Хотя ядовитый туман класса короля был очень сильным, он не мог навредить парню. Он субстребе. Системное сообщение. Убито ксеногенное существо класса короля. Токсичный зонтичный гриб. Найден ксеногенный материал. Хансинь был немного удивлен. Фиолетовые грибы действительно были ксеногенными существа, да еще и класса короля. Если закодированные в дневнике короля ночной реки существа были ядовитыми зонтичными грибами, значит, что-то должно было повлиять на них. И именно поэтому они стали класса короля. Это также может означать, что изначально они не были класса короля. Но если это так, то что повлияло на них? Может быть, та увядшая трава? Размышлял Хансинь. Он субстребе. Системное сообщение. Убито ксеногенное существо класса короля. Токсичный зонтичный гриб. Найден ксеногенный материал. Получена душа существа. Убив 30 грибов, Хансинь получил душу существа класса короля. Это было удивительно. Грибы были класса короля, но они не могли двигаться. Единственным их талантом была способность выделять ядовитые споры, которые были неэффективны против таких, как Хансинь. Парень быстро расправился с остальными и заработал две души токсичных зонтичных грибов. Это удивило Хансиня. Это были души с типом оружия, но сейчас у Хансиня не было времени остановиться и рассмотреть их поближе. Когда все грибы закончились, парень стал копать ножом увядшую траву. Он хотел посмотреть, что лежит внизу. Ребята, вы знаете, что это за растение? Спросил король Бай, глядя на окружавших его элиту экстремальных королей. Все понимали, что цель Хансиня – выкопать что-то, лежащее внизу, но все они выглядели растерянными. Никто из них не знал, что это за трава. Даже ксеногенные грибы, которые убил Хансинь, были им неизвестны. Они понятия не имели, что это такое. Многие растения были очень странными во всей геновселенной, поэтому не было ничего странного в том, что никто из сопровождающих короля Бая не смог определить грибы. Даже обожествленные элиты не могли распознать все растения, которые им попадались. Но и они были в замешательстве. Они не знали, как Хансинь догадался, что именно в этом месте находятся ксеногенные растения. Пока Хансинь продолжал резать и копать, он увидел, что внизу появилось что-то фиолетовое. Сначала он не мог понять, что это такое. Но покопавшись еще немного, юноша смог определить, что это. Это была большая морковь. Кожура была фиолетовой, а корнеплод – 2 фута в длину. На ней также была фиолетовая борода. Хансинь выкопал огромную морковь и протянул ее Баэр. Он с любопытством спросил. Баэр, с каких пор тебе нравится есть морковь? Папа, даже если бы мы были дома, я уверена, что эта штука называлась бы женьшинем. Баэр держала большую морковь, разговаривая с Хансинем. Женьшинь? Хансинь был потрясен. Эта штука была похожа на морковь. Как женьшинь мог быть таким большим? Парень помнил, что женьшинь выглядит желтоватым. Эта штука была фиолетовой. Это была морковь, несмотря ни на что. Тогда обращайся с ним, как с морковкой. Когда Баэр гладила огромный женьшинь, она выглядела очень счастливой. Она посмотрела на Хансиня и сказала. Папа, продолжай копать. Я уверена, что ты сможешь найти там еще что-нибудь. Что-то еще. Хансинь продолжил копать. На камерах было только видео. Король ледяных синих рыцарей и остальные члены экстремальной короли не могли слышать разговор. Они смотрели, как Хансинь выкопал большую морковь и дал ее Баэр подержать. Король Бай нахмурился. Никто вокруг не понимал, что это за морковь. Во вселенной было слишком много похожих растений. Если они не были известными, то вероятность того, что люди их запомнят, была невелика. Фиолетовая морковь была такой же, как и грибы, в том смысле, что она вообще не была известной. Никто не слышал о ней раньше. Теперь же им было очень любопытно, что Хансинь сможет выкопать из земли. Хансинь и сам не знал, что ему предстоит выкопать. Он просто использовал свой нож-призрачный зуб, чтобы продолжать копать. Казалось, что здесь не так уж много интересного. Он углубился в землю еще на метр, но под землей, похоже, ничего не было. Баэр, ты уверена, что здесь что-то есть? Хансинь посмотрел на девочку с замешательством. Должно быть, Баэр все еще держала гигантский женьшень, сидя на камне. Хансинь продолжал копать. Он углубился в землю на три метра, прежде чем почувствовал, что кончик его ножа обо что-то ударился. Из-за того, что яма была слишком глубокой, положение камеры было неправильным, и экстремальные короли не смогли заснять то, что находилось внутри ямы. Король ледяных синих рыцарей и остальные члены экстремальные короли могли видеть только Баэр. Она сидела на вершине ямы с морковкой в руке, а из ямы вылетали камни и земля. Но они не могли видеть, что происходило внутри ямы. Если бы они были там, они могли бы использовать множество методов, чтобы увидеть, что находится в отверстии. Но повидя, какими бы умными они ни были, они не могли определить, что происходит под землей. Хансинь почувствовал, что там что-то есть. Он стал копать быстрее, все больше волнуясь. Прошло совсем немного времени, и он обнаружил, что там находится. Парень обнаружил, что это был щит. Он был похож на башенный щит. Он был выкован из фиолетового металла, который был похож на медь, но не совсем. Если быть честным с самим собой, он даже не был уверен, что это металл. Внутренняя сторона щита была обращена вверх, поэтому Хансинь мог видеть рукоять. Она была очень старая, и на ней даже не было никаких знаков отличия. Хансинь взялся за ручку щита и поднял его. Почему он такой тяжелый? Но, судя по весу, это должно быть что-то хорошее. Щит был настолько тяжелым, что Хансиню было трудно его удержать. Но все же ему удалось его вытащить. Бум. Он только поднял щит, но не успел разглядеть, что было на лицевой стороне щита, как из щита, словно вулкан, вырвался фиолетовый свет. Свет вспыхнул и устремился в небо. Хансинь был потрясен. Он поднял голову и посмотрел в небо. В фиолетовом свете появилась красивая женщина с фантастическим телом и змеиным хвостом. Глава 2506. Взор медузы. В небе вспыхнул луч фиолетового света, и в нем появилась фигура прекрасной женщины. Нижняя часть ее тела была чешуйчатой и змеевидной, а черные волосы тоже представляли собой пучок змей. Ее глаза были закрыты. Она выглядела красивой, элегантной, холодной и жуткой. Когда король ледяных синих рыцарей и элиты экстремальные короли увидели змееподобную женщину в луче света и прищурились, чтобы рассмотреть ее получше, они оказались шокированы. Силуэт этой Ганы, он кажется таким знакомым. У многих обожествленных элит экстремальных королей возникло внезапное чувство. Но прежде чем они смогли рассмотреть женщину получше, фигура в свете исчезла. Она просто исчезла из виду. Щит Хансеня потерял свой свет. Парень был в замешательстве, поэтому перевернул щит. Он увидел, что на лицевой стороне щита было изображение женщины, которую он видел в луче света. На картинке было изображено человеческое тело, смешанное со змеей. Ее глаза были закрыты, а черные волосы развивались. Это выглядело так же красиво, как и странно. Похоже, это хороший предмет. Должно быть, это обожествленное ксеногенное сокровище. Хансень был так счастлив. Он поспешил вытащить щит из ямы. После того, как Хансень вытащил щит на уровень земли, многие из элиты экстремальные короли увидели фиолетовый металлический щит. Их глаза широко раскрылись, и они в недоумении уставились на него. Дядя Шестой хрипло прошептал. Это сокровище Ганы. Щит взора Медузы. Как такое возможно? Щит взора Медузы был уничтожен в битве между богами. Почему он здесь? Та белая тень, это была Медуза. Щит взора Медузы все еще здесь? Святые угодники. Почему щит взора Медузы все еще здесь? И он находится в одном из мест, управляемых экстремальными королями. Быстрее. Мы должны вернуть щит взора Медузы. Мы должны забрать его с собой к экстремальным королям. Несмотря ни на что, экстремальный король стал очень взволнованным. Как мы его заберем? Поблизости находятся только ледяные синие рыцари. Поблизости нет обожествленных элит. Неужели вы думаете, что они смогут остановить Хансиня? Сказал кто-то. И тут все элиты экстремальные короли замолчали. Они напряженно смотрели на щит Хансиня. У них не было другого выхода. Они должны были наблюдать, как парень весело несет щит взора Медузы обратно белому киту. Поторопись. Скажи дяде четвертому и мисс Миррор, чтобы они поторопились. Мы должны забрать этот щит. Это плохо. Как эта штука оказалась в синей ледяной системе? Он был на нашей территории все это время, и никто не смог его найти. Что все это время делали эти ледяные синие рыцари? Этот важный предмет был у них под носом все эти годы, а теперь его вдруг украли? Мой король, я прошу вашего разрешения отправиться в системы Хаоса. Я помогу дяде четвертому убить Хансиня и забрать щит. Я тоже готов отправиться в системы Хаоса. Когда-то системы Хаоса были плохим местом, в которое никто не хотел идти. Но теперь это было место, в которое хотели попасть все. Хансинь ничего не знал о щите, но был уверен, что это мощный предмет. Он отложил ядовитые грибы, поднял Баэр и потащил щит с собой обратно к большому белому киту. Хансинь получил то, что хотел, поэтому не было смысла ждать, пока произойдет что-то неладное. Парень бежал к белому киту так быстро, как только мог. Пираты сидели на месте, охраняя корабль. Маленькая красная птичка заметила их приближение и полетела им навстречу. Она приземлилась на плечо Баэр, надеясь откусить у нее большой кусок Женьшиня. Это мое. Баэр крепко обняла Женьшинь, не давая маленькой красной птичке съесть его. Хансинь не стал тратить время на драму между этими двумя и активировал своего белого кита. Он покинул синюю ледяную систему и направился вглубь систем Хаоса. Хансинь отложил щит в сторону. Он был слишком тяжелый для него. Он прошел с ним лишь небольшое расстояние, а уже задыхался. Увидев щит, который принесет Хансинь, Фан Циньюю стало любопытно. Парень вышел ненадолго, а вернулся с огромным щитом. Когда он присмотрелся к щиту внимательнее, то увидел изображение женщины с половиной человеческого тела и половиной змеиного. Он вскрикнул. Взор Медузы. Брат Фан, ты знаешь этот щит? Спросил Хансинь, глядя на Фан Циньюя. Это это настоящий? Это действительно взор Медузы? Голос Фан Циньюя задрожал, когда он уставился на щит. Он настоящий или нет? Я только что откопал его. Я не знаю. А ты знаешь об этом щите? Снова спросил Хансинь. Казалось, что Фан Циньюя определенно что-то знает о нем. Дрожащие руки Фан Циньюя потянулись к щиту. То, что он сказал, звучало как бессмыслица. Я не знаю. Нет, нет. Я не уверен, что это взор Медузы. В легендах говорится, что он был разрушен. Что это за взор Медузы? Растерянно спросил Хансинь. Фан Циньюи с волнением посмотрел на щит. Время постоянно меняется. Элита живет и элита умирает. То же самое можно сказать и о сокровищах. Одни разрушаются, другие создаются. Они могут стать знаменитыми, но в один прекрасный день, под стремительным потоком реки истории, они могут быть смыты. Некоторые, однако, сияют и сверкают, как бриллианты, под стремительными водами этой реки. Они становятся легендами. Люди будут помнить о таких вещах вечно. Когда-то Альфа Гана использовал щит взора Медузы и Небесное Частилище. Это были два обожествленных сокровища, и они делали его непобедимым. С их помощью он зажег фонарь генозала. И именно благодаря этому поступку Ганы стали одной из высших рас. В то время щит взора Медузы и Небесное Частилище, два обожествленных ксеногенных сокровища, стали сверхзнаменитыми. Особенно это касалось взора Медузы. Его можно считать одним из десяти самых известных обожествленных предметов. Альфа Гана использовала взор Медузы и Небесное Частилище для штурма генозала. После нескольких дней борьбы их выгнали и заставили пасть. Затем, взор Медузы и Небесное Частилище были потеряны. Пока Фан Циньюи говорил, он одновременно поглаживал щит. Если это действительно взор Медузы, то это будет очень дорогой артефакт. За один только этот щит можно выкупить целую высшую расу. В конце концов, это обожествленный предмет, с которым напали на генозал. Но легенды гласят, что щит взора Медузы и Небесное Частилище были уничтожены. Я не знаю, насколько правдива эта история. Элита, которая вошла в генозал. Хан Сень был потрясен. Даже древний бог воды, который был всемогущий силен, не смог прорваться через ворота генозала. Однако ганы напали на генозал, и там они сражались несколько дней. Это была страшная мысль. Пойдем, посмотрим. Давай определим, действительно ли это щит взора Медузы. Хан Сень был так счастлив. Если бы это было обожествленное оружие из битвы между богами, то это было бы что-то поистине удивительное. У Хан Сеня уже было Небесное Частилище. Если это был щит взора Медузы, то, возможно, он сможет многому научиться у Альфы Ганы. Возможно, он даже сможет использовать два обожествленных оружия для штурма генозала. Глава 2507. Снова встреча с пауком Черной Дыры. Я не знаю, я только слышал об этом. Если это действительно щит взора Медузы, то ее глаза должны быть способны открываться. В легендах говорится, что если она откроет глаза, то даже бог заплачет. Но прошло слишком много времени. Многие слышали эту легенду, но все, кто мог видеть щит взора Медузы, скорее всего, уже мертвы. Только Бессмертный мог подтвердить достоверность этой вещи. Даже в Альянсе Тысячи Сокровищ. Боюсь, только несколько старейшин смогут подтвердить его подлинность, сказал Фан Цин Юй. Хан Сень нахмурился. Если это был щит взора Медузы, то экстремальные короли должны были видеть, как он его доставал. Баэр, поднимайся и управляй кораблем. Ускорься и давай двигаться. Хан Сень передал штурвал девочке и отнес щит в свою комнату. Он хотел выяснить, полезен ли щит. Не важно, был ли это щит взора Медузы или нет. Если он не сможет его использовать, значит, тот будет бесполезен. Хан Сень взял щит в руки и направил в него свою нефритовую силу. По крайней мере, он попытался это сделать. Энергия отскочила в сторону. Он не смог впустить в щит силу нефритовой кожи. Хан Сень нахмурился. Затем он использовал силу Сутры Дун Сюань и попытался поместить ее в щит. На этот раз сила не отскочила. После того, как сила Сутры Дун Сюань вошла в щит, вырезанное изображение прекрасной женщины начало светиться фиолетовым светом. В ее мерцающих глазах зажегся свет, и казалось, что они вот-вот откроются. Но глаза Хан Сеня расширились. Щит был похож на бездонную дыру, и он жадно поглощал его силу. Всего за секунду лицо Хан Сеня стало призрачно-бледным. Его жизненная сила была истощена, но женщина внутри щита все еще держала глаза закрытыми. Вокруг ее лица все еще было немного фиолетового света, но не было похоже, что глаза собираются открываться. Хан Сень быстро оттолкнул щит. Если так пойдет и дальше, то он станет просто высохшей шелухой. После того, как парень избавился от щита, свет на нем исчез. Он снова стал выглядеть старым и слегка потрепанным. Он больше не подавал никаких признаков активности. Даже если это не щит взора медузы, то все равно потрясающее сокровище. Даже с моей силой я не могу активировать его. Хан Сень был весьма доволен своей находкой. Он считал, что этот щит должен быть щитом взора медузы. Но парень все еще был немного недоволен тем, что не может им воспользоваться. Он был слишком слаб и знал, что ему придется пробовать снова только после того, как облачиться в мантию короля павлина. Однако в тот момент Хан Сень был не в настроении пробовать. Легендарный щит взора медузы был слишком страшен, и юноша знал, что не сможет контролировать его силу должным образом. Он боялся, что если активирует щит, то его сила разрушит все вокруг. Хан Сень попробовал поместить щит взора медузы в башню судьбы. Щит взора медузы был очень тяжелым, но ему удалось вставить его в башню без особого труда. Это избавит его от многих проблем. Фан Цин Юй все еще сомневался, действительно ли это щит взора медузы. Хан Сень не особо беспокоился об этом. Это был бы мощный предмет, если бы он мог его использовать. Белый кит все еще находился на ремонте, поэтому двигался не очень быстро. Ледяные синие рыцари продолжали плестись за китом, и кит не мог ничего сделать, чтобы оторваться от них. Король ледяных синих рыцарей находился на корабле, который следовал за ними. Он смотрел на белого кита без остановки, каждый день. Не было слов, чтобы описать, насколько противоречиво было сердце короля ледяных синих рыцарей. Хан Сень убил принца и захватил любимого сына короля Бая, но все это не касалось лично короля ледяных синих рыцарей. Однако Хан Сень неожиданно откопал щит взора медузы из места, принадлежащего ледяным синим рыцарям. Король ледяных синих рыцарей не знал, как ему следует реагировать на все это. Он знал только одно. Лучше бы он никогда не встречался с этим парнем. Хан Сень был словно демоническая сила, нависшая над его жизнью. Если бы Бог дал ему еще один шанс, то мужчина убил бы его еще тогда, когда тот был в животе его матери. Тогда Хан Сень никогда бы не смог причинить вред другим. Щит взора медузы. Щит взора медузы был спрятан под моим носом в течение многих лет. А я, каждый раз, когда король ледяных синих рыцарей думал об этом, его сердце обливалось кровью. Капитан, что-то случилось внутри белого кита, громко крикнул рыцарь. Мужчина посмотрел на корабль через видеоканал. Он увидел, что белый кит выглядит немного иначе. Он больше не был полуразбитым. Теперь его корпус был гладким и ровным, как у живого существа. Сейчас корабль светился странным белым светом. Он увидел, что вокруг белого кита появились волны. Прежде чем король ледяных синих рыцарей успел среагировать, белый кит взмахнул хвостом. Он был похож на рыбу, быстро плывущую в море. Он исчез в мгновение ока, и остались только ударные волны от его следа. Преследующие его рыцари в шоке смотрели вслед. Пока они успели среагировать, белый кит исчез. Капитан, что нам делать? Должны ли мы броситься в погоню? Командир посмотрел на короля ледяных синих рыцарей, который все еще смотрел в пространство. Преследуйте его, сказал мужчина, стиснув зубы. Как мы будем его преследовать? Спросил командир, выглядя неуверенно. Идите вперед. Мрачно скомандовал король ледяных синих рыцарей. Восстановление белого кита завершилось, и теперь он мог двигаться на полной скорости. Оставались еще некоторые части, которые требовали починки, но Хансень не мог больше ждать. Хансень не знал, когда мынли и остальные смогут добраться до него. Но чем дальше они удалялись от преследователей, тем в большей безопасности находились. Как только они войдут в глубины системы Хаоса, даже экстремальные короли не смогут контролировать ситуацию. Даже если бы мынли был там, найти Хансеня было бы нелегко. В системах Хаоса большие группы ксеногенных существ часто путешествовали вместе, и там были самые разные виды. К счастью, в группе Хансеня был белый кит. Обычные ксеногенные существа не могли пробить корпус корабля, а его скорость позволяла Хансень легко проскользнуть мимо них. Когда им попадались мелкие ксеногенные существа, Хансень замедлял корабль, чтобы убить их и получить ксеногенные гены. Пираты тоже смогли убить много ксеногенных существ. Все они были очень рады этому. Благодаря тому, что их поддерживал большой белый кит, им не нужно было бояться, что их окружат. Они все могли убивать, и это было весело. Однако Хансень больше не хотел убивать маркизов и герцогов. Если пираты убивали их, то они могли оставить их себе. Ему нужны были только ксеногенные существа класса короля. Если бы они встретили большую орду ксеногенных существ, Хансень пришлось бы отступить. Там были галактические креветки, косяки которых исчислялись миллиардами. Встреча с группами такого размера была бы крайне опасной. Паук черной дыры. Белый кит переместился в систему, и внезапно в поле зрения появился гигантский паук, прикрепленный к планете. Казалось, что вся система была оплетена паутиной этого гигантского существа. Хансень замедлил ход белого кита, чтобы не потревожить паука. Это страшное обожествленное существо было тем, кого даже обычная обожествленная элита не захотела бы потревожить. Хансень тоже не хотел прикасаться к нему. Он хотел держаться подальше. Когда белый кит уже собирался покинуть систему, занятую пауком черной дыры, Хансень вдруг увидел, что его когти зашевелились. Существо повернуло голову и посмотрело на белого кита. Глазные яблоки, похожие на черные дыры, повернулись и уставились на них. Глава 2508. Страшное пространство обожествленного ксеногенного существа. Это было плохо. Хансень разогнал белого кита до полного ускорения, чтобы они могли выбраться с территории паука черной дыры. Двигатель белого кита работал так сильно, что выпускал огромные клубы дыма, но корабль не шел вперед. Казалось, его тянет назад. Хансень оглянулся назад и увидел, что паук черной дыры разевает пасть. Его открытая пасть была похожа на гигантскую черную дыру. Он образовал в пространстве вихрь, который засасывал белого кита в свою зияющую пасть. Мы умрем. Кто спасет меня? Я не хочу умирать. Я девственница. Я до сих пор не вышла замуж. Ниньюэ сидела на полу, обнимая Баэри, всхлипывая. Все пираты были в шоке. Они уже слышали о пауке черной дыры. Даже в диких системах хаоса паук черной дыры был вершиной пищевой цепочки. Хансень до предела надавил на белого кита, но тот только быстрее отступал назад. Корпус корабля ударился от ткань пространства, когда его потянуло назад, породив шквал искр. Неожиданный астероид внезапно врезался в бок белого кита, и корабль начал вращаться. Прежде чем Хансень успел подумать, белый кит полностью погрузился в черную дыру. Он вращался все быстрее и быстрее внутри черной дыры, и другие мелкие предметы врезались в корабль. Каждый удар издавал ужасный звук. Пираты покатились по полу, как куча тыкв. Я не хочу умирать. Ниньюэ кричала с каждым вздохом. Хансень двигался быстро. Он переставлял ноги, пока все катились по полу. Он сохранял равновесие, используя мантию души короля павлинов. Он собирался выпустить свою силу, чтобы вытащить их из этого пространственного вихря. Баэр проворно прыгала по командной палубе, все еще держась за свой большой фиолетовый женьшинь. Такая тряска не могла нарушить ее равновесие. Маленькая красная птичка сидела у нее на плече. Она постоянно оглядывалась по сторонам. Пам! Секунды спустя белый кит выбрался из космического вихря. Он приземлился на Черное море, и это большое море охватило сильное волнение. Что это за место? Почему здесь море? Задался вопросом Хансень. Он продолжал осматриваться. Черное море было таким большим, что казалось бесконечным. Туман поднимался во всех направлениях, поэтому он не мог видеть далеко. Бам! Бам! В это же море продолжали падать другие предметы. Там были астероиды, растения, обломки кораблей и даже ксеногенные существа. Пока Хансень смотрел вокруг в застывшем молчании, упала даже планета. Она упала в Черное море, и волны, поднявшиеся от удара, отправили белого кита в полет. Его продолжало жестоко раскачивать на больших волнах, и прошло некоторое время, прежде чем корабль перестал качаться. Затем Хансень увидел нечто еще более страшное. Когда все эти предметы упали в Черную воду, они начали таять. Неужели мы внутри желудка паука Черной дыры? Хансень смотрел на похожие на горы астероиды, которые, казалось, таяли, размышляя над этой мыслью. А нет, с нами покончено. Нас переваривают, чтобы превратить в какашку. Я не хочу этого. Нин Юэ сидела на полу и плакала. Не волнуйся. Наш корабль не подвергается коррозии. Хансень наблюдал за корпусом белого кита. Корабль был подобен обожествленному существу, поэтому он не растворялся под действием разъедающей силы Черной воды. Но Хансень не знал, как долго продержится белый кит, поэтому он также знал, что должен выбраться оттуда как можно быстрее. Но паук Черной дыры был слишком велик. Он проглотил белого кита, просто вдохнув. По сравнению с размерами паука Черной дыры, корабль был крошечным кусочком мяса. Хансень понял, что паук Черной дыры на самом деле не нападал на них, просто они выбрали неудачное время для путешествия по системе. Они столкнулись с пауком Черной дыры как раз в тот момент, когда он решил пообедать. Потому, что они могли видеть сквозь туман, они знали, что паук проглотил бесчисленное количество астероидов и более нескольких целых планет. Хансень восстановил контроль над белым китом и направил его вверх и в сторону от Большого Черного моря. Эта темная вода, вероятно, была желудочным соком существа. Хансень вел белого кита, постоянно уворачиваясь от падающих астероидов. Он хотел подняться как можно выше. Если это был желудок паука Черной дыры, то он должен был выбраться через пищевод. После долгого путешествия сквозь туман он не смог увидеть больше падающих астероидов. Но он все еще не мог найти пищевод. Неужели это правда желудок паука Черной дыры? Он слишком большой. Может быть, мы в другом измерении? Хансень выглядел странно, разговаривая сам с собой. Мы мертвы. Воскликнула Нин Юэ. Фан Цин Юэ криво улыбнулся и сказал. Если я правильно догадался, мы находимся в теле паука Черной дыры. А это его желудок, или, по крайней мере, орган, похожий на желудок. Паук Черной дыры обладает пространственными способностями. Он обожествлен, и его пространственные способности распространяются и на его тело. Если мы хотим выбраться отсюда, мы должны выяснить, какие пространственные силы запирают это место. Если мы этого не сделаем, мы не сможем найти выход. Как нам сломать здешние пространственные силы? Спросил Хансень, глядя на Фан Цин Юэ. Фан Цин Юэ снова криво улыбнулся и сказал. Единственная информация о пауке Черной дыры, это то, что я видел в базе данных Альянса Тысячи Сокровищ. Я могу попытаться угадать, с чем мы столкнемся, но я не смогу сломить их. Я надеюсь, что Белый Кит сможет продержаться какое-то время, иначе нас всех очень скоро переварит. Хансень ничего не сказал. Он всмотрелся в туман с помощью своей бабочки с фиолетовым глазом и заметил, что туман состоит из цепочек субстанции, сформированных из пространственной субстанции. Сила этих цепочек скручивала пространство в замкнутую петлю в желудке существа. Он не смог бы вылететь обычным способом, но он должен был попытаться, даже если бы ничего не вышло. Никто из них не знал, сможет ли корабль долго противостоять едким сокам и туману. Если им не удастся выбраться, они погибнут. Хансень не включал оружейные системы Белого Кита, потому что их использование отнимало ценную энергию у энергетического реактора. У Белого Кита не было бесконечного количества энергии, доступной для использования в любое время. Если бы он использовал всю доступную энергию, то не смог бы летать. «Маленькая птичка», — сказал Хансень маленькой красной птичке. Маленькая красная птичка, казалось, знала, чего хочет Хансень. Она закричала и слетела с плеча Баэр. Она превратилась в огненного Феникса и вылетела из Белого Кита. Она плюнула огнем в туман. Красное пламя превратило пространственные субстанции и цепочки субстанций в пыль. Но когда цепочки веществ пространства разорвались, в пространстве открылись разломы. Это сделало реальность вокруг них очень нестабильной. Маленькая красная птичка чуть не провалилась в трещины, поэтому быстро вернулась обратно. Значит, это обожествленный ксеногенный пространственный элемент Хансень выглядел мрачным. Обожествленные с пространственным элементом оказались страшнее, чем он предполагал. Глава 2509. Очень милый. Более 100 часов Хансень летел на Белом Ките вперед по бескрайнему морю, окутанному туманом. И все же он не мог найти путь к спасению. Пространственные силы в желудке существа были слоистыми, как гигантский пространственный лабиринт. Сквозь различные пространственные складки и разломы они не могли найти выход. Самым страшным было то, что трещины в пространстве могли серьезно повредить корпус Белого Кита, оставив на нем большие царапины, несмотря на его невероятную устойчивость. К счастью, у Хансеня была его область Донсюани бабочка с фиолетовым глазом. Он мог избегать пространственные трещины. Если бы он не смог этого сделать, корабль был бы разорван на части, и все они погибли бы в мгновение ока. Несмотря на это, Хансеню все равно пришлось столкнуться с кризисом, который буквально поглотил их. Однако положительным моментом во всем этом было то, что Белый Кит восстанавливался быстрее, чем коррозия разъедала его. Тем не менее, процессы восстановления корабля требовали затрат материалов и энергии. Если энергия истощится, то их будет ждать только смерть. Корабли его экипаж были подавлены. Неопределенная судьба заставляла всех нервничать. Кроме Баэр, которая изо всех сил старалась сделать Нин Юэ счастливой, никто из остальных не мог улыбнуться. Хансеню было очень тяжело решить эту проблему. Он не беспокоился о своей безопасности, так как всегда мог вернуться в святилище. Но если он так поступит, то Нин Юэ и Фан Цин Юэ останутся умирать. Брат Фан, ты можешь связаться со старейшиной? Может быть, он сможет нам помочь? С надеждой спросил Хансеню Фан Цин Юэ. Фан Цин Юэ достал кубик Рубика Ван Цзи. Все квадраты кубика Рубика были серыми и безжизненными. Он не улавливал никаких сигналов. Я уже пытался. Кубик Рубика Ван Цзи не может работать в этом месте. Он – пространственное сокровище, но паук черной дыры – пространственное ксеногенное существо. Их силы влияют друг на друга. Фан Цин Юэ горько улыбнулся. Хансен ничего не ответил. Он продолжал вести белого кита вперед. Он ничего не мог сделать прямо сейчас, поэтому ему оставалось только ждать и смотреть, что будет дальше. Пираты, казалось, были в шоке. Если бы не Хансен, чьей высокой силой они очень дрожили, у них бы уже случился полный душевный срыв. Без него бог знает, что бы они натворили. Нин Юэ не требовалось давления, чтобы сломаться. Стоило Баэр даже поддразнить ее, как тут же начинались потоки воды. Она рыдала, как сумасшедшая. Но в глазах пиратов она была совсем другой. Они видели, как Нин Юэ стала мужчиной и убила кого-то страшного. Нин Юэ могла бы стать уязвимым человеком, на которого можно было бы надавить, но никто не осмелился этого сделать. Они не хотели вызывать дремлющий гнев. Никто не говорил, но вдруг Хансен увидел в тумане черную тень. Он не мог разглядеть, что это было, но казалось, что это что-то очень большое на фоне Черного моря. Хансен нахмурился, но направил Белого кита к ней. Ничто не могло быть хуже того, через что они сейчас проходили. Возможно, это была стоящая возможность. Что это? Когда Белый кит приблизился к тени, некоторые из других членов экипажа наконец заметили ее. Земля это земля. Когда они наконец могли разглядеть, что это такое, они засмеялись от восторга. Из Черного моря открылась невероятная картина. Перед ними был большой участок темно-красной земли. Хансен мог разглядеть багровые морские стыки и рифы, окружавшие ее. Даже издалека Хансен мог видеть странные растения, украшавшие это место. Эти растения не были обычными деревьями, травой или лянами, которые можно было бы встретить на острове. Вместо этого это были грибы разных форм и размеров. Большие грибы были похожи на колеса обозрения. Другие были размером с комнату. Некоторые были маленькими, как фасоль. Место было красочным, и все они выглядели очень мило. Кроме того, многие грибы светились. Они освещали черный туман и море. Хансен и остальные смотрели на эту грибную страну так, словно смотрели на ожившую сказку. Они выглядели очень удивленными. Если здесь есть земля, значит ли это, что мы находимся не в желудке паука черной дыры? Нин Юэ посмотрела на грибную землю, и счастье вернулось, прогнав слезы. Однако Хансен не был так весел. Он видел много ксеногенных тел с землями и дворцами. Паук черной дыры был настолько огромен, что наличие внутри него земли было не слишком удивительно. Несмотря ни на что, если на этой земле были растения, значит она была пригодна для жизни. Кроме того, туман, похоже, не заслонял грибную землю. Это, по крайней мере, убережет корпус белого кита от дальнейшей коррозии. Это было хорошо. Подлетев на корабле к грибной земле, Хансен не спешил приземляться. Сначала он облетел вокруг, но когда он обогнул ее, брови молодого человека нахмурились. Земля грибов была очень красивой, грибы покрывали ее радугой и брызгами цвета. Но кроме грибов, вокруг больше ничего не было. Не было ни ксеногенных существ, ни других видов растений. Были только грибы. По опыту Хансеня, чем красивее был гриб, тем он был ядовитее. Эти грибы были необычайно красивы, поэтому он решил, что они также чрезвычайно смертоносны. Что это? Спросил Фан Цин Юй, указывая на лес грибов. Хансень посмотрел туда, куда он указывал, и увидел, что внутри грибного леса находится каменная гора. Каменная гора была очень круглая и по форме напоминала булочку. Рядом с горой был припаркован небольшой корабль. Он выглядел старым и сломанным, поэтому невозможно было понять, кому он принадлежит. Здесь живут существа. Возбужденно заговорили пираты. Хансень повел белого кита ближе к разбитому линкору. Но не успели они приблизиться, как дверь открылась и из нее вылезло какое-то существо. Когда Хансень увидел это существо, его глаза широко раскрылись. В свое время он видел много странных людей, но то существо, которое только что вылезло из корабля, выглядело странно даже для него. Существо было белоснежным, а его тело достигало двух метров в высоту. Оно было похоже на разъяренного тигра, но на его голове светился маленький розовый гриб. Из-за этого сердитая морда тигра выглядела довольно мило. Какой милый маленький тигренок. Нин Юэ посмотрела на тигра и прижалась к его груди. Ее глаза были полны звезд. Белый тигренок с маленьким розовым грибом на голове смотрел на белого кита в небе. Он открыл пасть, походил вокруг, а затем издал громкое мяу. Хан Синь и остальные обменялись взглядами. Нин Юэ, в частности, выглядела так, словно таяла. Она смотрела на белого тигра через экран белого кита и страстно повторяла. Он такой милый. Бум. Прежде чем кто-либо успел сказать что-то еще, белый тигр прыгнул, приземлившись на спину белого кита. Белый кит внезапно вздрогнул. В позвоночнике белого кита образовалась огромная вмятина, и он упал в навес из грибов. Глава 2510. Гриб. Белый кит спустился в грибной лес, и от его падения разлетелось множество грибов. В конце концов он остановился, столкнувшись с линией грибов высотой в несколько десятков метров. Но грибы все же сломались, выпустив радужный туман. Когда Хан Синь и остальные присмотрелись, они увидели почти бесконечное количество спор радужного цвета, образующих туманную завесу. Маленькая красная птичка была разгневана. Она вылетела прямо из пасти белого кита и превратилась в огненного феникса. Страшный огонь феникса мгновенно превратил местность в пылающий яд. Многие споры грибов сгорели дотла, а напавший на них белый тигр был окружен пламенем. Белый тигр прыгнул, чтобы спастись от пылающего ада. Он завис в воздухе, открыл пасть и выстрелил пушечными ядрами в красного феникса. Когда ядра приблизились, Хан Синь увидел, что на самом деле это грибы. Красный феникс открыл рот и выпустил еще один поток огня, который легко испепелил грибы. Они сгорали и взрывались. Из них, как фонтаны, вырывались потоки спор. Взрывы были прекрасны, но уже через секунду феникс превратил грибы и их споры в пыль. Белый тигр выпустил еще много грибов. Каждый из них был превращен в пепел маленькой красной птицы. Белый тигр начал бояться огня маленькой красной птицы, и ему стало казаться, что ему крупно не повезло. Маленькая красная птичка бросилась в погоню за убегающим преступником. Сестра птица, догони его. Птичка такая сильная. Пираты увидели, что маленькая красная птичка получила преимущество. Они были так рады за маленькую красную птичку, что все громко закричали и стали ее поддерживать. Часть шерсти белого тигра была опылена огнем маленькой красной птички. Он продолжал жалобно мяукать, убегая. Его белый мех начал чернеть от жара, и он внезапно опустил голову к земле. Словно бур, она врылся в землю и исчезла где-то внизу. Маленькая красная птичка облетела окрестности, но больше не смогла увидеть белого тигра. Поэтому она полетела обратно в гораздо более счастливом настроении. Пираты быстро открыли дверь и приветствовали маленькую красную птичку внутри. Сестра птица так сильна. Сестра птица – лучшая птица на свете. Этот паршивый тигр обделался, когда сестра птица вышла поприветствовать его, сказали пираты, пытаясь задобрить птичку. Маленькая красная птичка надула грудь, чтобы выглядеть большой и самоуверенной, как старшая сестра, за которую ее почитали. Казалось, что похвала пиратов дошла до головы этого существа. Увидев это, Хан Сень покачал головой. Даже птица не может игнорировать сладкие речи. Маленькая красная птичка когда-то была невинным существом, но теперь она возвысилась. Маленькая красная птичка была кошмаром для белого тигра. Команда нуждалась в защите птицы, поэтому никто не смел ее обижать. Но когда птица летела обратно к Баэр, она старалась выглядеть вежливой. Она не осмеливалась вести себя дерзко рядом с ней. Хан Сень огляделся. Кроме белого тигра, других ксеногенных существ поблизости не было. Белый тигр был подавлен маленькой красной птицей, так что на данный момент они были в безопасности. Если белый тигр выжил на острове, то и они должны быть в состоянии выжить там. Как сбежать, они придумают позже. Фан Цин Ю и Нин Ю почувствовали облегчение. Это место было странным, но оно было лучше, чем Черное море. По крайней мере, им не грозила смертельная опасность. Интересно, а эти грибы можно есть? Они выглядят очень аппетитно. Чем лучше они выглядят, тем более ядовиты. Но мы же высококлассные пираты. Почему мы должны бояться яда? Пираты разговаривали между собой, но вдруг один из них закричал. Его голос был таким испуганным, и он сказал. Гриб, гриб. Что такого шокирующего в грибах? Они повсюду. Другой пират засмеялся, но все по-прежнему смотрели на пирата, который только что закричал. Этот пират выглядел очень потрясенным. Его пальцы дрожали, когда он указывал, и дрожащим голосом он сказал. У тебя на голове гриб. Что за бред? Почему у меня на голове должен быть гриб? Пират не поверил этому утверждению. Но когда он потрогал свою голову, чтобы убедиться в этом, его лицо изменилось. Хансини и остальные посмотрели на пирата. На его голове был гриб. Это был белый гриб, похожий на яйцо. Моя-моя голова на ней гриб. Пират потрогал свой гриб и закричал. Чего ты боишься? Может быть, сестра птица случайно уронила его тебе на голову? Крикнул бывший капитан пиратов на расстроенного пирата. Он протянул руку, чтобы потянуть за гриб. Ааа, больно, больно, больно. Закричал пират от боли. Другой пират потянул за гриб сильнее, поднимая все тело мужчины, но гриб не отрывался. Белый гриб на его голове, казалось, был прикреплен к коже головы. Хансинь нахмурился. Он посмотрел на голову каждого, и его охватил страх. Ты у тебя на голове тоже гриб и ты тоже ах. На каждой голове теперь был свой гриб. Размер и цвет каждого из них был разным. Внезапно, кроме Баари маленькой красной птички, у каждого на голове появился гриб. Хансинь использовал область Дунсюань, чтобы рассмотреть гриб на своей голове. Он был размером с кулак и был темно-черным. Он был похож на маленький зонтик. Шляпка гриба была довольно большой, но ножка очень тонкой. Самым страшным было то, что корни гриба находились внутри его головы. Они были похожи на лианы, опутывающие его мозг. Хансинь посмотрел на Ниньюи и Фанциньюи. Они оба выглядели одинаково. На голове Ниньюи был толстый гриб с розово-белой шляпкой. На голове Фанциньюи был радужный гриб в горошек. У пиратов тоже были разные грибы. Но когда Хансинь посмотрел на них с помощью области Дунсюань, он понял, что грибы были прикреплены к мозгу каждого из них. Аркх, что это за грибы? Пират попытался отрезать гриб ножом. Ему едва удалось проткнуть кожу гриба, но даже это было так больно, что он катался по полу. Я не хочу быть грибным человеком. Ниньюи посмотрела в зеркало. Увидев, что она стала грибом, она не могла удержаться от слез. Баэр попыталась ее утешить. Маленькая госпожа Ниньюи, твой гриб выглядит очень мило. Ты могла бы принять участие в конкурсе красоты грибов. Я не хочу быть грибным человеком. Я не хочу участвовать в грибных конкурсах. Воскликнула Ниньюи. Хансинь попытался потянуть гриб, и когда он это сделал, выражение его лица изменилось. Когда гриб сдвинулся с места, он как будто потянул свой мозг. Его воля была сильна, но все равно было невероятно больно. Он чуть не закричал, а его лицо побледнело. Брат Фан, ты знаешь, что это такое? Спросил Хансиню Фан Циньюи. Лицо Фан Циньюи побелело. Он попытался вытащить свой гриб, но у него ничего не получилось. Он покачал головой и сказал. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Я никогда не видел ничего подобного раньше. В этом мире есть много ксеногенных грибов-паразитов, но их споры всегда вдыхают в легкие, чтобы они начали творить свои паразитические злоключения. Я никогда не слышал, чтобы грибы прикреплялись к головам людей. Глава 2511. 37 видео. У Хансиня и остальных на головах были странные грибы. Сапрофиты ассимилировались и стали частями их тел. Если бы грибы были повреждены, то пострадал бы их мозг. Они не знали, что делать. Никто не мог придумать, как избавиться от грибов на голове. Они все смотрели друг на друга, не зная, что делать. К счастью, кроме грибов, которые выросли на их головах, больше ничего не произошло. Почему грибы не выросли на маленьком капитане и маленькой красной птичке? Может, они применили какую-то секретную технику? Пираты с надеждой смотрели на Баэр и маленькую красную птичку. Их тела особенные, просто ответил Хансинь. Они не могут быть носителями паразитов. Они не такие, как мы. Когда Хансинь сказал это, вся надежда исчезла, и пираты выглядели очень грустными. Они продолжали смотреть на грибы на своих головах и вздыхали от досады. Мяу. Когда все погрузились в уныние, откуда-то с острова донесся знакомый звук. Издалека, из глубины грибного леса, на них смотрел белый тигр с довольно самоуверенным выражением морды. Его лицо было удивительно человеческим, и он гоготал, как злой маньяк. Зубы его были обнажены, и он смеялся так сильно, что казалось, вот-вот заплачет. Хансинь никогда раньше не видел, чтобы тигр смеялся так отвратительно. Если тигр знал о грибах на их головах, значит, он был в чем-то виноват. Маленькая красная птичка снова сердито полетела в сторону тигра. Но когда маленькая красная птичка приблизилась, белый тигр снова забился под землю и скрылся. Огонь феникса маленькой красной птицы не смог повредить землю. Никто не знал, из чего была сделана эта земля. Хансинь позвал маленькую красную птицу вернуться. Они посмотрели на странные камни вокруг. Камень, из которого состоял остров, был металлическим, но в то же время напоминал нефрит. Никто не мог сказать, из какого материала состояли эти камни. Ребята, идите и соберите грибы. Посмотрим, сможем ли мы их съесть, сказал Хансинь пиратам. Капитан, на наших головах уже есть грибы. Если мы съедим еще, может, они начнут расти по всему телу? Сквозь слезы взмолился один из пиратов. Хватит нести чуши, просто идите. Хансинь угрюма посмотрел на них. Пираты неохотно переминались с ноги на ногу. Они боялись, что если они выйдут, то на их телах может появиться еще больше грибов. А еще они боялись, что белый тигр может появиться и убить их. Они отошли на полшага, и все. Они не осмелились покинуть безопасное место белого кита. Маленькая красная птичка выплеснула за ними огонь, и все они в страхе выпрыгнули из белого кита. Пираты дрожали от страха, пробираясь сквозь заросли грибного царства. Впрочем, далеко они не ушли. Они собрали несколько грибов, и Хансинь попросил повара поджарить их. После того, как грибы были приготовлены, пираты не решились их есть. Они смотрели на жареные грибы в своих мисках, а потом просто смотрели друг на друга. Никто из них не решался на это. Почему вы все замерзли? Поторопитесь и поешьте, Хансинь улыбнулся пиратам. Капитан, мы не голодны. Мы действительно не голодны. Внутри пираты думали про себя. Почему ты не ешь, а? Мы не знаем, как надолго мы здесь застрянем. С нашими запасами еды мы можем продержаться очень недолго. С этого момента вам, ребята, придется есть эти грибы, чтобы выжить. Даже если вы не будете есть их сегодня, наступит время, когда вы будете вынуждены есть их или умереть с голоду. Но не волнуйтесь, это обычные грибы. Они не убьют вас, Хансинь рассмеялся. Хансинь ожидал, что они не скоро покинут эту зону. Капитан, мы еще не голодны. Можем ли мы съесть их, когда проголодаемся позже? Тихо спросил пират. А ты как думаешь? Хансинь улыбнулся ему. Пираты понимали, что у них нет выбора. Однако после того, как они съедят грибы, может что-то случиться. Ранение или смерть – это лишь одна из возможностей, но вероятность этого была велика. И если они не съедят грибы сейчас, Хансинь, скорее всего, лично разберется с ними. Пираты стиснули зубы и взяли ломтики грибов. Пытаясь набраться храбрости, они закрыли глаза и положили грибы в рот. Вначале они выглядели хмурыми, но, пожевав немного, они с волнением открыли глаза. Капитан, это так вкусно. Они действительно очень свежие. Спустя некоторое время один из пиратов воскликнул от восторга. После того, как они съели грибы, ничего плохого не произошло. На их телах больше не прорастали грибы. Только один гриб все еще был прикреплен к голове каждого из них. Помедленнее. Не ешьте так быстро. Боюсь, вы еще долго будете есть эти грибы, сурово сказал Хансинь. Он уже знал, что грибы не ядовиты. Если бы он не был уверен, что грибы безвредны, он бы не разрешил пиратам их есть. Грибы на их головах появились не из-за грибов на земле, а из грибов, которые выплюнул белый тигр. Споры внутри этих грибов были причиной, по которой у команды Хансиня выросли грибы. Очевидно, это была сила белого тигра, хотя Хансинь не был уверен, какие последствия могут иметь грибы на их головах. Белый тигр то и дело появлялся. Он рычал на Хансиня, пытаясь спровоцировать его. Возможно, он боялся маленькой красной птички, потому что не подходил к белому киту. Хансинь покинул корабль и пошел к разбитому кораблю, из которого вышел белый тигр. Этот линкор был очень старым, а его внутренности сильно проржавели. Все, что было сделано из дерева, было покрыто грибами. Больше на корабле не было ничего живого. Хансинь обнаружил рваные куски какой-то одежды, а сам линкор был сильно разбит. Судя по повреждениям, это вполне могла быть работа белого тигра. Хансинь отправился на командную палубу линкора. К счастью, черный ящик не был полностью уничтожен. Он принес его с собой на белый кит и попытался воспроизвести видеозапись. Хансинь не сразу разочаровался. Хотя диски выглядели нормально, они, должно быть, когда-то были наэлектризованы, а может, просто слишком долго пролежали на корабле, чтобы быть исправными. Ни один из дисков не воспроизводился, и белый кит не мог их починить. Хансинь перепробовал все диски, но ни один не работал. Парень также нашел очень старый коммуникатор. Он вытащил карту памяти, и, к счастью, белый кит смог ее прочитать. Хансинь был очень рад этому. Он посмотрел на экран корабля и увидел, что на карте было 37 видеофайлов. Больше ничего не было. Видеофайлы были промаркированы от 1 до 37. Все эти файлы были связаны и последовательны. Не было ни пробелов, ни пропущенных файлов. Хансинь открыл первый видеофайл. Он смотрел его в одиночестве в своей комнате. Было ли содержание хорошим или плохим, но он не хотел, чтобы другие знали, что он их нашел. Миме и Дикмами, как только Хансинь запустил видео, он услышал женский голос. На видео белый котенок шел на шатких лапках. Потому, как неуверенно он шел, Хансинь предположил, что это новорожденный. Местом действия на видео была командная палуба старого корабля. Очевидно, именно женщина держала камеру, чтобы снять белого котенка. Услышав голос женщины, Хансинь заметил, что он ему знаком. Где-то он уже слышал этот голос. Глава 2512. Маленький белый котенок. Маленькая кошка была размером с мужскую руку. Она выглядела очень мило, а ее лапки были розового цвета. Контраст между розовым мехом лапок и белым мехом тела был очень красивым. Женщина подняла кошку с земли и положила ее на руки. Хансинь мог видеть руки женщины на видео. Ее пальцы были длинными и нежными, а кожа – безупречной. Ее руки были прекрасны. У нее не было ни длинных ногтей, никаких либо украшений или аксессуаров вроде колец. Она поместила маленького белого котенка в прозрачный контейнер. Затем она надела одноразовые перчатки, которые обычно используются для экспериментов, и достала иглу. Она ввела маленькому белому котенку неизвестную жидкость. После инъекции маленькая белая кошка быстро уснула. Видеозапись не отрывалась от спящей кошки. Казалось, что женщина просто стоит неподвижно, удерживая камеру. Но через некоторое время Хансинь понял, что женщина не могла стоять там все это время. Должно быть, она поставила устройство в угол и оставила его включенным. Поскольку на экране ничего особенного не происходило, Хансинь перемотал видеофайл вперед. При ускоренной перемотке он заметил нечто шокирующее. Спящий белый котенок за ночь вырос в два раза. На этом видео закончилось. Хансинь открыл второе видео. Изображение было таким же. Он мог видеть маленького белого котенка внутри прозрачного контейнера. Но вскоре после этого маленькая белая кошка проснулась, и женщина в одноразовых перчатках появилась снова. Она снова сделала маленькому белому котенку укол. Животное, которое только что проснулось, было снова усыплено. Женщина погладила маленькое существо по голове и сказала успокаивающим голосом. Мой хороший ребенок. У тебя все должно получиться. Мама верит в тебя. Инъекция сон. Инъекция сон. Этот процесс, казалось, продолжался вечно. И в этом цикле, в течение семи дней, маленький белый котенок вырос до размеров взрослого тигра. По мере роста маленькая белая кошка становилась все более и более знакомой. Это действительно тот белый тигр снаружи? Задался вопросом Хансинь. Честно говоря, он не слишком удивился этому откровению. А потом цикл продолжился. Маленький белый котенок бодрствовал недолго. Большую часть видя он спал под воздействием инъекций, но его тело продолжало расти. Теперь он был гораздо крупнее грибоголового белого тигра, обитавшего на этом острове. На 23 день женщина обнаружила, что у маленькой белой кошки на голове растет маленький и хрупкий гриб. Хотя гриб был размером с фасолину, женщина удивилась и сказала. Малыш, ты его сделал. После этого дня белая кошка и гриб продолжали расти все больше и больше. Испытания женщины также продолжались. На 37 день белая кошка превратилась в зверя, похожего на мамонта. Контейнер был уже недостаточно велик, чтобы вместить ее. Пока она спала, женщина открыла контейнер и встала рядом с головой огромной белой кошки. Она как будто делала селфи. Она снимала себя и маленькую белую кошку вместе. Хансинь впервые увидел лицо женщины. До этого он только слышал ее голос и видел ее руки и кисти. Когда он увидел лицо женщины, он не смог удержаться от крика. Это она. Женщина на видео была одета в белый лабораторный халат. У нее был хвост, и она носила черные очки. Это была та самая женщина, которая оказалась в ловушке на горе двух миров. Но здесь она казалась совсем другой, чем тогда, когда Хансинь с ней познакомился. Здесь она была более мягкой, хотя по сравнению с обычным человеком ее характер казался отстраненным и сдержанным. Это ее корабль? Была ли она здесь раньше? Как она выбралась? Взволнованно подумал Хансинь. Если эта женщина приплыла сюда и сумела сбежать, то и он должен быть в состоянии выбраться. Но Хансинь не знал, как женщине удалось выбраться. И парню было непонятно, почему женщина не взяла с собой эту кошку, когда уходила. Хансиню нужно было найти ответы на вопросы, которые возникли из-за видео, но на этом видео закончилось. Он посмотрел последнее. Последний ролик заканчивался тем, что она и маленькая белая кошка делали селфи. Черт возьми, неужели нельзя было снять чуть больше? Разочарованно подумал Хансинь. Но, по крайней мере, он узнал, что побег из этого царства возможен. По крайней мере, это была хорошая новость. Хансинь досмотрел видео до конца, но больше ничего не узнал. В ролике была только белая кошка, а камера оставалась в фиксированном положении. Кроме селфи в конце, все было снято почти под одним и тем же углом. Капитан. Все очень плохо. Капитан. Что-то карабкается на остров. Крикнул пират, постучав в дверь Хансиня. Хансинь выключил видео, вышел из своей комнаты и направился прямо на командную палубу. Там он увидел, что из Черного моря появляются существа. Они были похожи на черных змей. Они были толстыми, как бочки, а их головы были змеевидными. Их рты были странно квадратными, когда они открывались, но у них было много клыков. Они выглядели очень страшно. В Черном море есть живые существа? Хансинь был потрясен. Едкую силу Черного моря не мог выдержать даже обожествленный белый кит. Трудно было представить, как такие существа могли выжить в этом море. Когда появились эти странные змеи, они начали поедать грибы на земле. Хотя грибов было много, черных змей тоже было много. Прошло совсем немного времени, и они съели несколько акров грибов. Мяу. Раздался резкий крик. С неба налетел белый тигр, разя когтями. Тела многочисленных змей были разорваны на части. Раненые змеи истекали черным соком, но их изломанные тела все еще пытались повалить белого тигра. Белый тигр ударил лапами вниз, раздавив головы змей в желе. Белый тигр не обладал атаками по площади, но его сила и скорость были очень впечатляющими. Его способности казались обожествленными. Белый тигр изменился, и внезапно превратился в группу белых тигров, которые обрушились на орду странных змей. По скорости белого тигра Хансинь понял, что это не двойники. Просто тигр двигался так быстро, что оставлял за собой следы. Его зрение не могло уследить за скоростью, с которой двигалось существо. Повсюду, куда бы ни направлялся белый тигр, от змеевидных тел отрывались черные головы. Через несколько минут земля была усеяна разорванными телами нескольких сотен странных змей. Оставшиеся в живых змеи вернулись в глубины Черного моря. Мертвые черные змеи очень быстро сгнили. Они растворились в черном соке на земле. Большинство из них медленно стекало обратно в Черное море, а другие высыхали на суше. После того, как все странные черные змеи вернулись в Черное море, белый тигр с ревом бросился в море, а затем развернулся и пошел обратно в грибной лес. Глава 2513. Повторных вход в основную зону. Старый линкор был единственным технологическим объектом, который Хансинь смог найти на острове. Все остальные достопримечательности были полностью природными образованиями. Хансинь и остальные не могли покинуть белого кита. Время от времени полчища черных змей появлялись из Черного моря, чтобы полакомиться грибами. Но каждый раз, когда это случалось, белый тигр отбивал их. Хансинь предпринял множество попыток избавиться от грибов, которые были у каждого из них на голове. Но все его усилия были тщетны. Даже если им удавалось выдержать боль достаточно долго, чтобы отрезать грибы, корни все равно впивались в их мозг. Их отрастание было лишь вопросом времени. И вновь выросшие грибы были еще красочнее, чем прежде. От этого хотелось плакать. Хансинь использовал свое первородное тело короля воды, и когда его тело превратилось в жидкость, гриб на его голове потерял свою хватку и упал на пол. Гриб быстро умер, и на мгновение Хансиню показалось, что он свободен. Однако прошло совсем немного времени, и на его голове вырос другой гриб. Хотя новый гриб выглядел так же, как и прежний, какой-то инстинкт подсказывал Хансиню, что на самом деле он другой. Когда парень избавился от гриба, он быстро вошел в основную зону. Пока он находился в основной зоне, грибы его не беспокоили. Но стоило ему покинуть основную зону, как из его головы тут же вырастал новый гриб. К счастью, грибы не только выглядели невероятно странно, но и не казались вредными. Они просто тихо сидели на головах Хансиня и его команды. Тем временем юнош снова поднял белого кита в воздух, чтобы найти выход. Но, сделав несколько кругов по окрестностям, он неизменно возвращался к знакомой земле грибов. Разломы и складки пространства были слишком сложными, они постоянно менялись и превращались. Если только паук черной дыры не будет убит и его пространственная сила не исчезнет, выбраться из желудка чудовища было недостижимой мечтой. К этому времени пираты уже привыкли питаться местными грибами. Грибы были довольно вкусными, но пиратам все равно быстро надоедало их есть. По крайней мере, разные на вид грибы имели разную текстуру. Это делало процесс несколько терпимым. Да и есть разные виды грибов было лучше, чем постоянно пить безвкусные питательные растворы. Однако Хансинь и Баэр так и не съели эти грибы. Девочка постоянно держала при себе большой женьшинь. Она постоянно его обгладывала. Несмотря на то, что женьшинь находился у нее долгое время, она успела отгрызть только его кончик. Хансинь ел мало. Большую часть времени он поглощал гены класса короля. Элита экстремальных королей, такая как Мэнли, все еще искала Хансиня в системах хаоса. Они были готовы сойти с ума, раз за разом обходя одни и те же опасные системы, но что бы они ни делали, им никак не удавалось найти Хансиня, что приводило их в уныние. У парня все еще был щит взора Медузы и Баючан. Экстремальные короли использовал все возможные методы, чтобы найти Хансиня, но все их усилия были безрезультатны. Хансинь и остальные полностью исчезли, так им казалось. Никто не мог знать наверняка, жив он или мертв. Хансинь призвал свою броню Донсюяне вошел в основную зону. Поскольку он не мог найти способ покинуть грибное царство, он мог охотиться на ксеногенных существ класса короля в основной зоне, чтобы максимально усилить свои королевские гены. Хансинь вошел в основную зону, но не успел он никого найти, чтобы убить, как к нему направились Диароббер и Первый Дракон. Хансинь удивился. Доллар, мы можем поговорить? Спросил Диароббер. Конечно, непринужденно ответил Хансинь. Мы хотим убить обожествленное ксеногенное существо. Тебе интересно? Первый Дракон подошел и спросил. Я заинтересован, но какие преимущества я получу, если помогу вам уничтожить это обожествленное ксеногенное существо? Ты ведь, наверное, не отдашь мне тело, я прав, сказал Хансинь. Первый Дракон и Диароббер посмотрели друг на друга. Диароббер сказал. Тело обожествленного ксеногенного существа будет основным компонентом для создания обожествленных сокровищ. Оно нам понадобится. Мы просим тебя помощь нам, потому что нам нужно тело. Но если ты готов помощь, мы можем обсудить цену и долю прибыли. Ты можешь взять все, что угодно, кроме тела существа. Хансинь задумался. Полагаю, я не против охоты на обожествленное ксеногенное существо без получения его плоти. Но в обмен я бы хотел получить тысячу ксеногенных материалов класса короля. Если бы Хансинь охотился за ксеногенными существами класса короля в одиночку, то на их поиски ушло бы много времени. Тот факт, что он мог легко убить их, не имел большого значения. Ксеногенные существа класса короля были не слишком распространены, и найти их огромное количество было бы непросто. Одному богу было известно, сколько времени ему понадобится, чтобы добыть тысячу ксеногенных материалов класса короля. Парню нужна была не одна тысяча генов. Если он хотел максимально использовать девять уровней четырех разных гена искусств, ему нужно было не менее трех тысяч. И он не знал, понадобятся ли ему еще ксеногенные гены, когда его девятый уровень вернется к первому. Если да, то ему потребуется еще больше. Вместо того, чтобы тратить несколько лет на сбор нужных генов самостоятельно, он мог бы заработать их. Так он сможет быстро повысить уровень своих областей и быстро стать полубогом. Тысяча ксеногенных материалов класса короля? Не слишком ли это много? Первый дракон и Диороббер выглядели хмурыми. Это означало, что им придется убить тысячу ксеногенных существ класса короля. Они не знали, смогут ли они найти столько существ, не говоря уже о том, чтобы убить их всех. Несмотря на то, что в основной зоне было много ксеногенных существ класса короля, тысяча была слишком большой просьбой. С их силой на поиски такого количества могло уйти несколько лет. Если вы, ребята, хотите, чтобы я поддержал вас в убийстве, тогда предложите мне еще что-нибудь равноценное, и я, возможно, подумаю над этим. Лицо Хансиня не изменилось. Мы попросили тебя, потому что нам нужна твоя сила, но тысяча ксеногенных материалов класса короля – это просто слишком много. Мы не сможем достать столько, чтобы отдать тебе, сказал первый дракон. Тогда вы, ребята, подумайте. Я назвал вам свою цену. Если вы считаете, что это слишком много, то идите и найдите кого-нибудь другого. Хансинь не стал делать им скидки. Первый дракон и Диороббер на мгновение замешкались. Хотя доллар выглядел очень сильным, он был всего лишь королем. Даже если они уговорят его присоединиться к их группе, они все равно не смогут убить обожествленного, за которым охотились. Поэтому им придется искать еще кого-то. Это предложение требовало от них слишком многого, без гарантии успеха. Любовь.